Зала Чарри, что ушла из духовного зала, идя по долине, где играли злые волки. Чарри подождала, пока она уйдет дальше, а затем поспешила найти Джолинь, чтобы сообщить ему, что девушка ушла. После того, как Шиян получил гранулы восстановления души, то ворвался в комнату, которую арендовал, и начал восстанавливать свое потребленное сознание души так быстро, как только мог. Он еще раз попытался проверить мистически тонкие черты формирования телепортации. Глава 543 Бедствия гора Небесный свист Бесчисленные темно-зеленые мертвые души висели на стенах мрачной пещеры в центре горы, вся поверхность была покрыта ими. Пруд с трупами был расположен посреди пещеры, где были сложены тела. Постоянно сочилась темно-зеленая кровь. Много кусков мяса находилось в пруду, очищающем трупы, высасывая питание из мертвых тел. Их становилось все больше. В пруду плавали темно-зеленые мертвые души, излучая холодную, злую ауру, как будто они охраняли его. Гора Небесный свист была маленькой и бедной горой среди почти тысячи гор горного хребта мертвых душ. Аура неба и земли здесь была слабой, и ни один воин не остался на этой горе, чтобы совершенствоваться. Ярко-зеленые колонны размером со стволы деревьев сжимались в некоторых пещерах горы Небесный свист. Они были переполнены большим количеством янцы, которая отекла из них. Потоки такого рода злой ауры один за другим выливались в большую пещеру в центре горы. Мертвые души в пещере брызгали темно-зеленой вязкой жидкостью на куски мяса. Затем эта жидкость превратилась в слои энергии, впитавшись в куски мяса. Время шло спокойно. Треск. Раздался звук вылупления яйца. Мембрана, покрывающая кусок мяса, треснула, а затем по частям упала на землю. Зеленое существо с короткими конечностями, которое было ростом с 10-летнего ребенка, появилось из куска мяса. Его кожа была сморщена, как у уродливой жабы. Его три зрачка были глубокого, холодного, темно-зеленого оттенка, его внешний вид был невероятно ужасен. Это было человекоподобное существо с заостренной головой и без ушей. На щеках было много отверстий, а ноздри двигались так, словно дышали злой аурой этой пещеры. Мертвые души в пещере внезапно взволновались. Они привели это существо с короткими конечностями к логову мертвых душ. Сотни мертвых душ объединились и отчаянно толкнули это существо в логово мертвых душ внутри пещеры. СССС. Первое тело мертвой души, которое было очищено из пруда очищающего трупы, пнули в логово мертвых душ. Зловещее зеленое сияние исходило от логова в виде ряби. Размер логова в мгновение ока увеличился в два раза. Снаружи логова все это выглядело так, будто многочисленные темно-зеленые щупальца проникают в тело мертвой души, передавая злую энергию словно капельница. Тело мертвой души быстро увеличилось. Зеленый свет вырывался из отверстий в щеках, пока тело становилось размером со взрослого человека. Глубоко внутри логова мертвых душ поток зеленого света прибыл с отдаленной области, мгновенно ударив по телу. Причудливые, холодные глаза тела мертвой души стали еще более пугающими после того, как в него вошла мертвая душа. Из логова вырвалась мрачная злая аура. Треск, треск. Из логова эхом зазвучал треск. Тело мертвой души было занято. Затем оно вырвалось из логова и спустилось в пещеру горы Небесный Свист. Сотни мертвых душ окружили логово и развеселились. Их звуки были пронзительными, а их свист напоминал тысячу призраков, горестно плачущих. В небо взлетела аура возмущения. Количество кусков мяса быстро увеличивалось в горе Небесный Свист. Вскоре родилось еще одно тело мертвой души. Первая мертвая душа со своим телом вышла из логова и подошла к пруду в пещере. Бесчисленные зеленые щупальца вытянулись от талии, словно черви, и пронзили тела новорожденных мертвых душ. Злая энергия быстро вливалась в новорожденные тела, увеличивая их. Вскоре после этого взволнованные плавающие мертвые души высокого уровня в одно и то же время начали выбирать тела и входить в своих новых хозяев. Горный хребет мертвых душ. Прошло полмесяца, но не так много воинов и алхимиков покинули это место из-за мертвых душ. Они решили остаться и совершенствоваться. Однако некоторые из них начали просто испаряться в воздухе. В течение полумесяца сотни воинов, алхимиков и кузнецов, казалось, испарялись. Некоторые люди рисковали, заходя в горный хребет мертвых душ, чтобы поохотиться на мертвые души и собрать сокровища из логовищ мертвых душ. Все они исчезли один за другим. Вы слышали известие о Чжан Юэ и его команде? Они действовали на востоке горы Небесный Свист. Прошло семь дней, а они еще не вернулись. Я слышал, что не только Чжан Юэ, но и группа членов культа Сияющего Бога, возглавляемая экспертом Первого Неба Духовного Царства, пропала без вести. Никто не может связаться с ними. Мой учитель сказал мне, что много алхимиков и кузнецов, живущих в некоторых горах, пропали без вести. Группа воинов тихо разговаривала в магазине в Долине Духовного Зелья с испуганными лицами. Те же дискуссии велись и в некоторых уголках Долины Драгоценного Инструмента и Долины Духовного Зелья. В последнее время воины, алхимики и кузнецы пропадали без вести. Люди не могли связаться с ними по звуковому камню, и никто их не видел. В этот момент аномалия Горного Хребта Мертвых Душ стала еще более ужасной. Некоторые люди, которые намеревались подождать и посмотреть на изменения, начали молча уходить как можно быстрее. Некоторые из тех, кто решил уйти, исчезли еще до того, как смогли выбраться из Горного Хребта Мертвых Душ. Новости о пропавших дошли до Долины Драгоценного Инструмента и до Долины Духовного Зелья. Они заставили испугаться тех, кто еще не ушел. Они отказались от мыслей убежать. Ситуация становилась мрачнее с каждым днем. Личжин Ронг, кузнец Долины Драгоценного Инструмента, вместе с экспертами из Чистой Земли, культа Сияющего Бога и Дьявольской Долины ежедневно обсуждали идентификацию новостей о новых пропавших людях. На данный момент, согласно статистическим данным Духовного Зала и Инструментального Зала, пропали без вести по меньшей мере 700 воинов. Воины, живущие в двух долинах, чувствовали себя неуверенно. Личжин Ронг был так занят, что у него даже болела голова. Когда он отправлялся на поиски мертвых душ, то не осмеливался пойти один и часто уходил со своими людьми из Инструментального Зала. Это неизвестно, почему, когда его группа выходила в районы горного хребта мертвых душ, они обычно не находили ничего ненормального. Сложно было найти даже одну мертвую душу. Это не соответствует здравому смыслу. Перед тем, как у мертвых душ появилась аномалия, можно было легко встретить мертвых душ вблизи логовищ. Невозможно было, чтобы они не могли найти ни одной мертвой души за несколько дней. После того, как у мертвых душ произошли какие-то большие изменения, по логике мертвые души должны действовать группами и повсюду убивать. После нескольких неудачных поисковых миссий, Личжин Ронг и его группа запаниковали. Люди по-прежнему продолжали таинственно пропадать. Постепенно Личжин Ронг признал факт, что ему было трудно это принять. Неверно, что мертвые души прекратили все свои действия. Они все еще повсюду убивали. Причина, по которой их не видели, заключалась в том, что мертвые души заранее чувствовали их присутствие и миссии, и поэтому уходили заранее. Также это означало, что мертвые души не собрали достаточно силы. Они поняли, что у них недостаточно силы, чтобы сражаться с воинами-людьми. Таким образом, они прятались и ждали возможности схватить другие группы воинов-людей. Подтвердив свое открытие, Личжин Ронг и кузнецы инструментального зала испугались. Долина духовного зелья и долина драгоценного инструмента были закрыты. Чтобы не допустить, чтобы воины исчезли, когда выйдут инструментальный зал и духовный зал объявили общий комендантский час. Тот, кто был в долине духовного зелья и долине драгоценного инструмента, должен был оставаться внутри, так как им не разрешалось выходить из долин. Когда душа воина разрушена, он становится новой мертвой душой и частью огромной силы мертвой души. С целью не допустить, чтобы мертвые души стали сильнее, Личжин Ронг и его группа должны были осуществить этот план. Теперь они охраняли долину драгоценного инструмента и долину духовного зелья, так как они ждали встречи лицом к лицу с мертвыми душами. Фактически, даже если бы они не установили комендантский час, ни у кого бы все равно не хватило смелости, чтобы выйти. Когда известие о том, что поисковые команды пропали без вести, просочилось, воины, живущие в двух долинах, наконец узнали об этой опасной ситуации. Все боялись смерти. Когда они узнали, что эксперты более сильные, чем они, исчезли без следа, то стали гораздо лучше себя вести. В то же время духовный зал и инструментальный зал послали сообщение воинам, совершенствующимся в окружающих горах, с просьбой, чтобы они быстро пришли в долину. В то же время, после того как чистые земли, культ сияющего бога и дьявольская долина отправили своих старейшин на место, они начали больше внимания уделять ходам горного хребта мертвых душ. Кто-то сказал, что воины царства истинного бога этих трех фракций постепенно возвращались из своего прекрасного совершенствования. Скоро они поспешат к горному хребту мертвых душ. Внезапно горный хребет мертвых душ стал центром всей божественной великой земли. После того, как древние фракции получили информацию об аномалии в горном хребте мертвых душ, то начали использовать свои способы сбора новостей оттуда. Город ледяного императора Бин Цин Тонг, Шуэн Цзу Чжу, Лэн Дан Цин и Хань Цуй совершенствовались в ледяной комнате. Когда они перестали совершенствоваться, то Бин Цин Тонг получила известие от Генерального Союза. Ее улыбка исчезла. Сестра, что случилось? Хань Цуй засмеялась. Ее прекрасные глаза посветлели, а холодная аура дополнила ее сияющую улыбку. В горном хребте мертвая душа происходит большие изменения. Согласно Генеральному Союзу, это большое бедствие. Бин Цин Тонг в подробностях рассказала о новостях, которые получила. После неудачного опыта с Юли Мин и Нин Ду Цуань, связь между четырьмя сестрами восстановилась. Теперь у них не было обид. Они вместе совершенствовались в ледяной комнате. Оба их царства и техника ледяного нефрита быстро улучшались. На данный момент Бин Цин Тонг, казалось, вошла в пик духовного царства. Хань Цуй также значительно усовершенствовалась. Кроме того, Шуан Цзу и Лэн Дан Цин теперь могут лучше использовать технику ледяного нефрита. После того, как у них случилось заметное улучшение в царствах, Генеральный Союз стал лучше к ним относиться, намного лучше, чем раньше. Когда они получили известие о божественной великой земле, то немедленно отправили это известие женщинам сюда. Нин Ду Цуань на самом деле хотел доставить им больше неприятностей. Но когда он узнал, что царства этих женщин улучшились, то отказался от мысли объявить войну. Город ледяного императора изменился. Разве этот ублюдок не пошел в горный хребет мертвых душ? С его скоростью он должен уже быть там. Что нам делать? Испугалась Хань Цуй. Она взвизгнула со взволнованным выражением лица. Шуан Цзу Джу и Лэн Дан Цин нахмурились. Мы должны пойти и поискать его. Взволнованно встала Лэн Дан Цин. Нет. Покачала головой Бин Цин Тонг. Ситуация с горным хребтом мертвая душа сейчас намного сложнее. Мы не сможем добраться туда вовремя. Благодаря его способности, Шуян может защитить себя. Мы не должны так беспокоиться о нем. Следите за информацией. Думаю, с ним все будет в порядке. В любом случае, даже Нин Ду Цуань не смог его поймать. Если речь идет не о войне царства истинного бога, то я думаю, он будет в порядке. Слушая Бин Цин Тонг, Шуян Цзу Джу и Лэн Дан Цин смотрели на нее, а затем кивнули. Однако у них все еще были встревоженные выражения лиц. Долина драгоценного инструмента. Лин Я Ци подошла к дому, который предоставлял воинам тихие комнаты для совершенствования. Она не улыбалась, как обычно. Вместо этого она нахмурилась, тихо подойдя к гравитационной комнате. Она позвала низким тоном. Шуян, открой. Я кое-что хочу тебе рассказать. Впусти меня. Быстро. Глава 544. Провокация лицо Шуяна было худым и бледным. В его глазах не было света, когда он проснулся в гравитационной комнате. У него осталась только одна бутылка гранул восстановления души из трех, которые он получил. Однако его понимание формирования телепортации только что перешагнуло порог. Скоро он бы начал размышлять над особенностями формирования телепортации. Быстрое истощение сознания души каждый раз, когда он был в этом странном мире, напугало его. Несмотря на то, что у него есть гранулы восстановления души, каждый раз, когда он попадал в этот мир, ему потребовалось три дня, чтобы восстановить свое сознание души. Увидев, что его гранулы восстановления души скоро закончатся, он снова начал думать о поставке. В этот момент в каменную дверь гравитационной комнаты громко постучали. Голос линьяцы все еще был слышен. Он собрался, встал и открыл дверь, чтобы впустить ее. Он нахмурился. «Зачем ты сюда пришла?» «Ты и правда здесь?» Выдохнула линьяцы, а затем осмотрела гравитационную комнату. Горный хребет мертвых душ сейчас в самом деле опасен. «Я беспокоюсь, что ты не знаешь об этой ситуации и покинешь долину, я здесь, чтобы уведомить тебя». Затем линьяцы подробно рассказала о ситуации в горном хребте мертвых душ. Услышав, что все больше и больше воинов пропадают каждый день, Шильян испугался. В то время как он был без сознания, ситуация в горном хребте мертвая душа была плохой. «Я пока не буду выходить, не волнуйся. Кстати, у тебя есть гранулы, чтобы восстановить сознание души? Если у тебя есть, дай мне немного. О цене договоримся». Шильян высыпал из кольца хранилища немного гранул восстановления души и принял их все. Пока он ощущал, что его сознание души немного восстанавливалось, его выражение лица было довольным. «Если ты не покинешь долину, то зачем тебе гранулы?» Взгляд линьяцы был подозрительным. Она пристально посмотрела на него. «Ты практикуешь техники, которые зависят от сознания души?» «Нет, я знаю. Только семь древних фракций знают, как совершенствовать техники, используя сознание души. Даже мой учитель не знает этих методов. Эти методы слишком дефицитны. Те, кто их знает, столь же редки, как перо Феникса или рок-единорога. Если ты знаешь, как совершенствовать свое сознание души, то тебе не нужно много гранул для ее восстановления. Глаза Шильяна загорелись. Техника совершенствования сознания души Сознание души было самым драгоценным кладом. Сильное сознание души уступило место сильной душехозяину. Чем сильнее было сознание души, тем чувствительнее было чувство. Для алхимиков и кузнецов сознание души было важной вещью. Занимаясь очищением медикаментов и выковыванием оружия, если их сознание души было сильным, когда они очищали вещи, то могли лучше контролировать ауру неба и земли, а формация или заклинание, которое они вырезали на своих изделиях, было более изысканным. Их скорость тоже была усилена. Совершенствование сознания души могло дать душехозяину большое пространство. Сознание души было действительно волшебным. Чем больше оно было очищено, тем более хорошим оно будет, когда воину понадобится его власть. Когда Шильян находился на земле тихого облака и в бесконечном море, то никогда не слышал о технике совершенствования сознания души. Их сознание души могло расти только после того, как они попадали в новое царство. Услышав это от линьяцы, он был вне себя от радости. Чтобы тщательно разобраться в тайнах формирования телепортации в секретах успеха кузнеца, он должен постоянно потреблять свое сознание души. Если бы у него была техника совершенствования сознания души, это не потребовало бы больших усилий, чтобы понять формирование телепортации. В то же время, совершенствование и уплотнение сущности сознания души также оказало бы большое влияние на его боевые искусства. В Божественной Великой Земле, только у семи древних фракций есть техники совершенствования сознания души. Шильян был тронут. Он не скрывал, спрашивая прямо, кто-нибудь продает такие методы. Нет, покачало головой линьяцы. Помимо семи древних фракций, существуют таинственные эксперты, которые знают, как совершенствовать сознание души. Однако найти их сложнее, чем найти семь древних фракций. Тебе не стоит всерьез об этом думать. Шильян не говорил, но связывался с ледяным пламенем. У ледяного пламени было несколько мастеров, и каждый из них был гением. Они были лучшими экспертами в царстве или кузнецами высокого уровня. Эти люди могли знать, как совершенствовать свое сознание души. Когда ледяное пламя был полностью интегрирован со своим мастером, то мог получить все скрытые и загадочные воспоминания своего хозяина, если бы он умер. Шильян подумал, что, возможно, ледяное пламя что-то знает. Нет. Если бы я знал это, то сказал бы тебе еще в первый раз, когда ты попытался получить доступ к секретам успеха кузнеца. Мои предыдущие мастера сосредоточились только на своих силах. Они не прикладывали много усилий для совершенствования сознания души и души хозяина. Поэтому я не могу тебе помочь, ответило ледяное пламя. Шильян отрезал связь с пламенем, его выражение лица стало разочарованным. Он закрыл глаза, чтобы поразмышлять какое-то время, а затем заговорил с линьяцей. Ладно. Итак, у тебя есть гранулы или лекарства, которые могут восстановить сознание души? У меня есть гранулы оригинальной души. Они намного более ценные, чем твои гранулы восстановления души. Я могу дать тебе две бутылки. В каждой бутылке по 50 таблеток. Одна гранула оригинальной души более эффективна, чем 20 гранул восстановления души. Линьяцей усмехнулась, объясняя различия между двумя гранулами. Гранула восстановления души может восстановить только потребленное сознание души. А моя гранула оригинальной души может не только быстро восстановить сознание души, но и помощь ей увеличится. Мой учитель – алхимик. Несмотря на то, что он не знает, как совершенствовать сознание души, он использовал гранулы для улучшения своего сознания души. Конечно, гранулы – это всего лишь лекарства, они не являются специализированными техниками. Улучшение, достигнутое гранулами, ограничено. Обычно воин может использовать только три бутылки гранул оригинальной души, чтобы укрепить свое сознание души. После этого, даже если он использует больше гранул, то не сможет продвинуться дальше. В то время ее можно использовать только как гранулу для восстановления потребленного сознания души. Конечно же, ее скорость восстановления намного быстрее, чем у гранулы восстановления души. Глаза Шияна загорелись. Сколько кристаллов сущности ЦИ ты хочешь? Мне не нужны кристаллы сущности ЦИ. Линья ЦИ улыбнулась, словно маленькая лиса, прищурив глаза. Ты поможешь мне, а я дам тебе две бутылки бесплатно. В чем помочь? Насторожился Шиян. Я должен сказать, что, несмотря на то, что мне нужны гранулы оригинальной души, я не буду тратить на тебя много сил. Помоги мне преподать кое-кому урок. Если сделаешь это, то помимо этих двух бутылок, я могу найти для тебя еще две. Ну как? Кому нужно преподать урок? Кое-каким придуркам из чистой земли, культа сияющего бога и дьявольской долины. Линья ЦИ стиснула зубы, ее глаза сверкнули от негодования. В эти годы эти придурки часто издевались надо мной. Несмотря на то, что я воин, мой учитель осадил меня и попросил меня изучить духовные формирования для очищения лекарств. У меня недостаточно сил, поэтому я им не противник. Чистая земля, культ сияющего бога и дьявольская долина были тремя силами, имена которых знали везде на Божественной Великой Земле. Люди пугались, когда слышали эти имена. Во всей Божественной Великой Земле силы семи древних фракций оставались крепкими в течение десятков тысяч лет. С их глубокой историей людям было сложно оценить их внутренние ресурсы. Поколение преемников, воспитанных семью древними фракциями, откуда ни глянь, техника, боевые искусства, опыт, сокровища, они всегда были на вершине. Эти молодые люди древней фракции были более могущественными, чем руководители некоторых небольших сект. И все они были высокомерными, расхаживая по Божественной Великой Земле, не испытывая страха. Ты хочешь, чтобы я пошел против этих трех сил одновременно? Шиян засиял улыбкой и у него внезапно заболела голова. Если ты не согласен, то я не дам тебе свои гранулы оригинальной души. Фыркнула линьяцы. В последнее время это похоже на поиск иглы в стоге сена, когда ты хочешь найти лекарства для восстановления души в долине духовного зелья. Если ты не украдешь их, то не думай об использовании более высокой цены, чтобы купить лекарства. Конечно, я знаю, что у тебя хватит смелости связаться с другими людьми. Возможно, ты будешь использовать силу, чтобы взять гранулы, но если ты сделаешь это, то станешь врагом всей долины духовного зелья и долины драгоценного инструмента. Сейчас люди в горном хребте мертвых душ взволнованы. В духовном зале и инструментальном зале собралось много воинов. Если бы кто-то начал убивать воинов, то, разумеется, разгневал бы всех тех людей. На данный момент, помимо алхимиков священного уровня кузнецов в двух долинах, в долине духовного зелья и долине драгоценного инструмента оставались настоящие старейшины духовного царства из чистой земли, культа сияющего бога и дьявольской долины. Даже если бы Шиян был более уверенным, спровоцировать всех воинов в этих двух долинах было бы неразумным ходом. Ты думаешь об этом? Улыбнулась линьяцы, глядя на него, безо всякой спешки. Холодный свет вспыхнул в глазах Шияна. Он долго молчал, а затем поднял голову, чтобы заговорить с ней. Какая у них база совершенствования? Вокруг пика небесного царства, я предполагаю, не особо отличается от твоей. Нежно улыбнулась ему линьяцы. Маленький Ян, я знаю, что ты тоже на пике небесного царства, но твоя реальная компетентность больше, чем у них. Я считаю, что эти придурки с чистой земли, культа сияющего бога и дьявольской долины, тебе не соперники. Не волнуйся, я не собираюсь просить тебя провоцировать уродов в духовном царстве. Хе-хе. Договорились. Шиян внезапно поднялся с места, протягивая одну руку девушке. Сначала дай мне две бутылки гранул оригинальной души. Подожди, пока я восстановлю свое сознание души. Я пойду туда, чтобы помочь тебе. Договорились. Линьяцы была достаточно искренней и сразу же дала ему две зеленые бутылки. Запивай гранулы теплой водой. Как только она попадет в твой желудок, ты должен призвать эффективность лекарства войти в свое сознание души. Затем ты узнаешь, что делать дальше. Я жду тебя в гравитационной комнате. Десять гранул достаточно, чтобы дополнить все твое потребленное сознание души. Шиян взял бутылку и достал десять таблеток. Затем он достал нефритовую фарфоровую чашу из кольца хранилища. Из кончика его пальца загорелся огонь и вскоре вода в нефритовой чаше закипела. Шиян запил гранулы оригинальной души горячей водой. Затем он сел перед Линьяцей и начал свое восстановление. Где эта маленькая девочка? Спросил вне усадьбы Хааха из Дьявольской долины. Касаясь нефритового кулона в форме дракона, его взгляд был холодным, когда он осматривался. Она вошла. Изумрудные нефритовые шелковистые волокна вырвались из тонких пальцев мин-мей. Они полетели вокруг усадьбы. Это помогло ей подтвердить информацию. В лекарстве, которое она продала мне в прошлый раз, был яд. После того, как я принял его, то чуть не впал в оцепенение. Хаахай стиснул зубы. Эта девушка злее, чем воины, совершенствующие демонические методы, как мы. Если бы я не реагировал быстро, не говоря уже о прорыве нового царства, моя база совершенствования уменьшилась бы. Эта проклятая маленькая девочка, я должен преподать ей урок, даже если Личжин Ронг ее защищает. Ты этого заслуживаешь. Мин-мей весело рассмеялась. Ее изящное тело качалось, зеленые волны задерживались на нем. Я тихо передала тебе свои сигналы, но тебе было все равно. Ты хотел только дразнить ее. Если ты не хотел ее, то почему она всегда продавала тебе лекарства, смешанные с ядом? Ифрер, я готов отравиться, лишь бы не связываться с тобой. Выражение лица Хаахай стало холоднее. Не хочу умирать по неизвестной причине. Затем Хаахай сделал глубокий вдох, войдя в усадьбу, в которую проникла линьяци. Глава 545. Кузин, гранулы оригинальной души и правда были намного эффективнее. Гранулы восстановления души. После того, как он выпил 10 таблеток, они превратились в теплый поток, текущий к его морю сознание. Море сознания выглядело так, будто его полили жидкостью роста, оно быстро восстанавливалось. Потребленное сознание души было быстро дополнено магическим эффектом этого теплого потока. При использовании гранул восстановления души, нужно более половины дня, чтобы восстановить потребленное сознание души. Тем не менее, гранулам оригинальной души понадобилось всего 15 минут. Его сознание души было восстановлено. Почувствовав это, Шильян мог подтвердить, что если бы у него было больше гранул оригинальной души, то после восстановления его сознания души, оно бы немного увеличилось. Однако линьяци не дала ему больше времени. Как только его сознание души было восстановлено, линьяци сразу закричала ему, чтобы он вышел из гравитационной комнаты и отомстил за нее. Шильян был в приподнятом настроении, сузив глаза. В его зрачках сверкал холодный свет, он скривил губы. Не нужно беспокоиться, они уже пришли за тобой. Линьяци застыла и фыркнула. Так быстро? Кажется, они всегда следят за мной. У этих придурков дурные намерения. Серьезно, ни один из них не является хорошим. Шильян встал перед линьяци. Затем он снял грязную зеленовато-серую одежду воина и переоделся в чистую черную. Поправив воротник, Шильян открыл дверь и вышел. За пределами комнаты Хааха и Мин Мэй стояли с мрачной аурой. Третье небо небесного царства. Глаза Шильяна загорелись. Он с первого взгляда узнал их базу совершенствования. Хааха и Мин Мэй были одеты в серебристо-серые доспехи и алую броню соответственно. Их драгоценные доспехи покрывали половину их тел, а свет искрился на их руках и коленях. Можно было увидеть колебания энергии. На их доспехах были вырезаны какие-то странные и злые формирования, которые могли собрать небесную и земную ци. Несмотря на то, что оба стояли неподвижно, небесная и земная ци в окрестностях устремились к ним, вступая в формирование на их доспехах и впитываясь в их тела. Это помогало им сгущать сущности в любую минуту. Они оба носили кольца хранилища и еще одно пятицветное кольцо на пальцах. Эти кольца мерцали нежным, полупрозрачным сиянием, что указывало на то, что они были не просто обычными предметами. Они достойные преемники древних фракций. Похвалил их про себя Шильян. Их одежда, аксессуары, кольца хранилища и кольца на руках были, скорее всего, бесценными предметами. У них, должно быть, есть какие-то специальные эффекты, которые повышают их силу во время боя. База совершенствования Третьего Неба Небесного Царства этих двух была наполнена аурой древней эпохи. Их сущность ци была чистой. Она была явно выше, чем у обычных воинов Третьего Неба Небесного Царства. В то время как он смотрел на Хааха и Минмы, те двое тоже наблюдали за ним. Блестящая черная ткань воина покрывала мускулистое тело. Его длинные черные волосы лежали на плечах. Его глаза были как две звезды, сияющие и давящие на разум людей. Хааха и Минмы были потрясены, но их выражения лиц не выражали этого. Они чувствовали, как от Шияна исходит жестокая аура, его дыхание наполнено явным убийственным намерением. Ни мягкая хурма, ни тот человек, над которым легко можно издеваться. На первый взгляд Хааха и Минмы что-то поняли. Затем они увидели страх глубоко в глазах друг друга. Убийственная аура не могла быть получена путем совершенствования. Воин мог получить ее только от убийств и фатальных боев, в которых ему пришлось убить много других воинов. Если другие внимательно присмотрятся, то увидят и у Хааха и Минмы убийственную ауру. Однако она намного меньше, чем у Шияна. Кто этот человек? Хааха и Минмы обменялись удивленными взглядами, когда они думали о молодых и выдающихся людях в божественной великой земле. Именно таких молодых людей быстро пришли им в голову. Качая головой, Хаахай понял, что ни один из выдающихся юношей в божественной великой земле не сравнится с Шияном. Линья Ци усмехнулась. Она медленно вышла из гравитационной комнаты и бросила взгляд на Хаахай. Ее прекрасные глаза выразили ее презрение к молодому человеку. Она фыркнула и нетерпеливо сказала. Ты снова пришел сюда. Зачем? Хаахай был в ярости. В его глазах засиял холодный свет, который мог напугать людей. Гранула, которую ты мне продала, содержала яд. Я почти впал в оцепенение. И ты спрашиваешь, зачем я пришел? Ах, Линья Ци не изменила выражение лица. Напротив, она хихикнула. Разве я не напомнила, что не очистила ее, когда дала ее тебе? Я помню, что предупреждала тебя. Помнишь ты это или нет, ответственность на тебе? Минмы необычно улыбалась, когда она отступала, держась на расстоянии от Хаахай. Затем она мягко сказала. Линья Ци, я здесь, просто чтобы повеселиться. Тебе не нужно беспокоиться. Выражение лица Линья Ци было холодным. Она фыркнула и что-то пробормотала, будто ругала кого-то другого. Видимо, я не могу убедить тебя. Хаахай не был зол. Казалось, он стал спокойнее и кивнул. Отдай мне материалы, которые я тебе дал, чтобы очистить гранулы. Или дай мне настоящие гранулы. Иначе я это так не оставлю. Если ты извинишься за то, что отравило меня, то я больше не буду беспокоить тебя из уважения к старому ли. Мечтай. Линья Ци насмешливо улыбнулась с презрительным лицом. Хаахай стал более напряженным. Он глубоко вздохнул. У кольца на его руке было много черных волокон, которые выглядели как морские водоросли в глубоком океане, обматываясь вокруг обеих его рук. Черные волокна двигались по какой-то загадочной траектории, образуя на руке крошечные, но плотные демонические узоры. После того, как узоры сформировались, они начали поглощать сущность Ци в его тело. Черные тонкие волокна, формирующие узоры, стали более изысканными после получения сущности Ци. Теперь они выглядели как блестящие длинные черные волосы. Ша-ша-ша. 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 Странные звуки эхом звучали от его доспехов, так как повсюду были колебания энергии. Небесная и земная Ци внезапно затормозили. Вытекающая богатая небесная и земная аура, казалось, была отделена невидимым барьером. Было отрезано не только окружающее их пространство, но и небесная и земная аура, окружающая Шияна и Линья Ци. Рядом с Ха-ха появилась космическая энергия. Пространство затем начало морщиться, как будто оно вот-вот разрушится. От этого люди испытали странное чувство сморщивания. В глазах Линья Ци вспыхнуло недовольство. Она тихо шагала назад, пока не дошла до двери гравитационной комнаты. Затем она улыбнулась, указав на Шияна. Это мой кузин. Он сказал, что надо мной никто не будет издеваться, пока он здесь. Кузин? Ха-ха и Мин Мэй начали что-то подозревать. С каких это пор у нее был кузин? Поскольку все они были молодыми талантами божественной великой земли, это был не первый раз, как Ха-ха и Мин Мэй посетили горный хребет мертвых душ, и не первый раз, когда они связались с Линья Ци. Они знали, что два ученика Лич Джин Ронга были сиротами, о которых Лич Джин Ронг заботился, когда они были маленькими. Как вдруг у сироты появился кузин? Ну, в наши дни кузины, это то, что мы не можем прояснить. Того, кого я люблю, я тоже могу назвать кузином. Ха-ха. Мин Мэй сияла нежной улыбкой, глядя на Ши Яна и Линья Ци с темными мыслями, проявляющимися на ее лице. Лицо Ха-ха и стало холоднее, когда он все понял. Ему нравилась Линья Ци, и Мин Мэй знала это. Он все еще что-то подозревал, но после того, как Мин Мэй подняла этот вопрос, то он сразу все понял. Ска. Линья Ци враждебно посмотрела на Мин Мэй, про себя ругая девушку. Собственно говоря, она произнесла это слово одними губами, но не издала ни звука. Линья Ци не была идиоткой. Она понимала, что Мин Мэй сделала это специально. Отношения между Линья Ци и Ха-ха были гармоничными. Если бы Мин Мэй ничего не сделала в неподходящее время, что спровоцировало плохое настроение Ха-ха, то Ха-ха не стал бы плохо себя вести с ней. Это бы не дошло до такого жестокого спора, как сейчас. Ненависть, которую она испытывала к Мин Мэй, была глубже, чем то, что она чувствовала к Ха-ха. Если бы Мин Мэй не была более опасной, чем Ха-ха, то она бы выступила против этой женщины гораздо раньше. Кузен, они хотят запугать меня. С невинным видом крикнула Линья Ци мягким голосом. Она указала на Мин Мэй и Ха-ха. Эти двое не особо хорошие люди, они ежедневно вредят другим. Ну, особенно та, кто всегда льет масло в огонь. Я думаю, она сожалеет, что не может убить девушек, которые красивее ее. Знаешь, такие люди самые отвратительные. Зрачки Мин Мэй сжались. Она скривила губы и фыркнула. Ты говоришь обо мне? Женщины всегда переживали о своей внешности, особенно хорошенькие женщины. Слова Линья Ци, конечно же, заставили эту девушку нервничать. Нет, как же я смею говорить о тебе? Все знают, что ты самая красивая женщина. Мин Мэй, да, верно, ты такая красивая. Издевалась Линья Ци с холодным лицом. Мин Мэй издала легкий смешок, но ее глаза мерцали холодным светом. Она была немного мрачной, когда смотрела на другую девушку. Ты хочешь вмешаться в чужие дела? Несмотря на то, что Хаахай был в ярости, мыслил он ясно. Он понял, что Шильян был не просто обычным человеком. Я не буду вмешиваться в чужие дела. Улыбнулся Шильян. Хаахай расслабил свое жесткое лицо, а Линья Ци рассердилась, глядя на него. Мин Мэй сочла это интересным, посмеиваясь и глядя на него. Это дела моей кузины, как я могу считать это чужими делами? Слегка улыбнулся Шильян. Он скривил губы и закричал. Прекрати болтать. Если ты хочешь сражаться, двигай задницей. У меня мало времени на тебя. В этот момент возмущение Линья Ци испарилось. Она весело улыбалась, пока ее тело не дрогнуло. Я знала это. Мой кузен больше всего меня любит. Шильян почувствовал, как его волосы поднимаются. Он сиял внутри. Тем не менее, снаружи он казался таким же холодным, как и обычно. Хаахай был в ярости. Холодный свет сверкал, словно электрический ток в его глазах. Аура на нем стала более убийственной, но его лицо успокоилось. Блестящий парень. Воскликнул Шильян про себя. Это был первый раз, когда он показал свое серьезное лицо. Теперь он знал, что с молодым поколением, воспитанным семью древними фракциями, действительно трудно справиться. Чем больше человек злился во время боя, тем больше шансов было попасть в неприятную ситуацию. Когда бойцы сражались, то соревновались друг с другом в ауре, настроении, опыте или интеллекте. Во время битвы, если противник мог контролировать настроение, то его аура также менялась, что влияло на всю картину битвы. Когда воина охватывала ярость, он не мог четко реагировать. Потеря холодного разума означала потерю понимания всей ситуации. Прямо перед битвой Хаахай мог восстановить свой здравый разум. Мне все равно, кузен ты ее или нет. Честно говоря, ты меня раздражаешь. Если я не чувствую себя хорошо, ты тоже не должен чувствовать себя хорошо. Слабо улыбнулся Хаахай, его лицо было спокойным и расслабленным. Однако его аура стала более опасной. Шиян ответил Хаахай. Задай мне жару. Внезапно Хаахай двинулся, словно молния, разорвавшая небо. Сильный, решительный, злой и жестокий. Глава 546. Один удар, чтобы разгромить. Хаахай двигался с легкостью. Из демонических узоров на его руках вырывались бесчисленные страшные черные молнии. От его доспехов исходил запах крови. Они сияли холодным светом, который заставлял людей дрожать. Эти лучи света влились в его ладони так же сильно, как восходящая радуга. В его ладонях вращались две сферы черной энергии. Они выглядели злыми и жестокими, полными убийственной ауры. Было активировано демоническое электричество. Это был убийственный удар Хаахай. Если все шло достаточно гладко, то он мог разгромить врага одним ударом. Мин Мэй ярко улыбнулась. Но ее глаза были холодными, как лед, когда она смотрела на Шияна, ожидая, что его сильно ранит. Хаахай довольно долго практиковал этот удар. Он научился ему, наблюдая за призрачным кровавым танцем в призрачной кровавой пещере в Дьявольской долине. С демонической силой из демонических узоров все старейшины в Дьявольской долине восхищались этим ударом. Мин Мэй знала силу этого удара. Она хорошо понимала, что Хаахай должен быть в ярости, чтобы использовать его в первой атаке. Посмотрим, что ты сделаешь, чтобы противостоять мне. Мин Мэй ухмыльнулась, думая о том, что делать, чтобы спровоцировать Лин Я Ци после того, как Шиян потерпит поражение. Лин Я Ци тоже волновалась. Ее лицо было тревожным. Она не ожидала, что Хаахай воспользуется смертельным ударом. Теперь она пожалела о том, что не сказала Шияну, насколько опасен Хаахай. Если бы она сказала ему, то Шиян мог бы в самом начале использовать все свои силы. Она думала, что сейчас Шияну будет трудно парировать. Лин Я Ци слышала, как Е Чен Фын много раз хвастался навыками Шияна, но она никогда не видела этого собственными глазами. Таким образом, она все еще подозрительно относилась к этому мужчине. Во всяком случае, Шиян из Бесконечного моря. Она хорошо понимала, что боевые искусства и одаренность тех воинов значительно отстают от воинов в Божественной Великой Земле. Хаахай из Дьявольской долины – безжалостный человек, который успешно вышел из 36 обрывающихся пещер в Дьявольской долине. Воинам в Дьявольской долине приходилось безжалостно конкурировать друг с другом. Сильные побеждали, а слабым приходилось принимать поражение. Ученики, которые могли выйти из Дьявольской долины, должны были идти по бесчисленным окровавленным телам после того, как получили определенные виды злых сил в 36 обрывающихся пещерах. Не исключено, что все ученики, которые могли сбежать из Дьявольской долины, стали объектами для интенсивного обучения от Дьявольской долины. И в будущем они тоже станут ключевыми людьми Дьявольской долины. 36 обрывающихся пещер Дьявольской долины на каждом шагу таили опасность. Тела и кости проигравших заполнили все это место и повсюду витали какие-то злые силы. В таких обстоятельствах, если воин хотел выжить, то ему приходилось иметь дело с чем-то гораздо более опасным, чем сражение с экспертами. Можно сказать, что это место было адом, где обитали дьяволы. Хаахай был среди воинов, которые успешно зарекомендовали себя. Ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша. Демонический электрический ток стрелял, двигаясь вперед и назад, плетя щит без малейшей прорези, который мог покрыть небо и землю. Щит тянулся сверху. Сердце линьяцы сжалось. Однако Шиян стоял неподвижно, словно десять тысяч летняя гора. Глаза у него были холодные и жестокие. Он равнодушно наблюдал, как сплетенные демонические электрические токи медленно спускаются с неба, как куча змей. Хаахай холодно улыбнулся уголком рта. Этому человеку конец. Если бы демонический электрический ток полностью охватил его, никто среди воинов того же уровня не смог бы избежать этого удара. Они были бы уничтожены. Хаахай был уверен. Однако в этот момент в воздухе появилось множество отпечатков пальмовых листьев. Фигура Шияна потускнела, а затем разделилась. Вскоре было десять Шиянов, каждый из которых выглядел холодным и безжалостным. Их глаза были свирепыми с боевой волей. Фантомные изменения. Тысяча изменений. Бесчисленные отпечатки рук размером с маленькую гору, сложенные на пустом месте, атаковали каждый угол. Бум-бум-бум. Затем демонический электрический ток, который выпустил Хаахай, мгновенно разбился. Многочисленные черные электрические токи со шлепком разрушились. Десять Шиянов складывались друг на друга, быстро двигаясь. Отпечатки рук в небе стали толще, как ливень из листьев, покрывая все пространство. Грохот, грохот, грохот. Когда пространство между ними двумя взорвалось громом, послышались взрывы. В воздухе появился горящий запах. Земля под ногами Шияна треснула, повсюду были разбросаны зеленые камни. Площадки для тренировок слегка тряслись, а плитка на крышах беспорядочно летала. Вскоре фантомы в небе отступили. Отпечатки рук исчезли, словно тени. Пыль улеглась. Хаос утих, все потихоньку прояснялось. О, Мин Мэй закрыла рот, ее взгляд был испуганным. Ее глаза выпучились, словно собирались впасть из глазниц. Линья Ци была поражена. Она рассмеялась вне себя от радости. Шиян стоял на своем месте посреди обломков, будто он никогда и не двигался. Его лицо было таким же холодным, как обычно. Хаохай был покрыт кровью и дрожал. Он вот-вот рухнет. Его лицо было мрачным и зловещим. По нему текли две струйки темной крови. Казалось, что его побили много людей. Его одежда стала кусочками тряпья, а его доспехи были разломаны. Демонические узоры на его руках потускнели. Больше не искрился свет, и сила не бушевала. На груди, руках и животе появились синяки от отпечатков рук, которые оставили глубокие вмятины на его теле. Хаохай задрожал, а затем упал. Злобный свет в его глазах затуманился, и он упал в обморок. Мин Мэй подбежала и схватила его. Она положила Хаохай на плечо, а затем быстро убежала. Войны, которые совершенствовались на тренировочных площадках, вытянули шеи и с изумлением наблюдали за сценой. Лин Яцы улыбалась, будто выиграла большой приз. Продолжая хихикать, она была счастливее, чем когда-либо прежде. За четыре бутылки гранул оригинальной души я помогу тебе разобраться с четырьмя людьми. Он первый. Нахмурился Ши Ян, бросив взгляд на Лин Яцы, уведомляя девушку. Он не обращал внимания на окружающих воинов, наблюдающих за ними. Возвращаясь в свою гравитационную комнату, Лин Яцы изогнула брови и улыбалась, пока ее глаза не прищурились, когда она увидела, куда ушла Мин Мэй. Через некоторое время она с удовольствием вошла в гравитационную комнату. Долина духовного зелья. В здании исключительно для людей из дьявольской долины Фэн Бяа играл с оригинальной демонической бусиной в руках, объясняя характеристики мертвых душ. Фэн Бяа был воином третьего неба духовного царства, старейшиной дьявольской долины в божественной великой земле. Он также был знаменитым жестоким персонажем. Перед ним стояло пять молодых людей. Все они были одеты в роскошные наряды, но их аура была мрачной и эксцентричной. Их лица были упрямыми, когда они нетерпеливо слушали старшего. Эти пять молодых людей были из дьявольской долины. Они вышли из 36 обрывающихся пещер. Четверо из них были на пике небесного царства, а пятый был красивым молодым человеком, который, как ни удивительно, был в первом небе духовного царства. Ли Фэн был самым известным молодым экспертом в долине дьявола. Он достиг духовного царства, когда ему было 30 лет. Он тренировался в 36 обрывающихся пещерах с 10 лет, убивая много людей. У него серебристые глаза и седые волосы. Все боялись его. Несмотря на то, что Фэн Бяа был старейшиной дьявольской долины, Ли Фэн, по-видимому, его не уважал. На его лице было написано, что ему все равно. Он был дьяволом, у которого был большой шанс получить высшую силу дьявольской долины. Несмотря на то, что его позиция была низкой, он был чрезвычайно жутким. Молодые люди его поколения подчинялись ему. Если бы они не подчинились его приказу, это было бы намного страшнее, чем пойти против их учителя. Его власть взяла свое начало в 36 обрывающихся пещерах. Каждое поколение превосходных воинов, которые совершенствовались в обрывающихся пещерах в дьявольской долине вместе с ним и вышли с ним из этого злого места, подчинялись ему. Если бы они не пошли за ним, то он оставил бы их в пещерах навсегда. Ли Фэн прислонился к стене. Казалось, он вот-вот уснет, его лицо было сонным. Фэн Бяа стиснул зубы. Пока он читал лекции о характеристиках мертвой души, Ли Фэн явно не обращал на него внимания, что его очень раздражало. Хотя ему это и не нравилось, Фэн Бяа не осмелился показать свои настоящие чувства. Ли Фэн был слишком жестоким. Кроме того, он был дьяволом. В ближайшее время он, несомненно, станет лордом дьявольской долины. Если он разозлит Ли Фэна сейчас, то его будущее не будет ярким. Он хорошо понимал характеристики Ли Фэна. Так что, даже если он был раздражен, он все равно не осмелился это показать. Бам! Открылась дверь. Фэн Бяа рассердился и закричал. Что ты делаешь? Мин Мэй несла Хаахай, ворвавшись в комнату, и крича своим хриплым голосом. Старейшина, пожалуйста, посмотри на Хаахай. Боюсь, что он больше не может терпеть. Именно поэтому мне пришлось спешить. И у молодых, и у пожилых людей дьявольской долины в комнате изменились выражения лиц. Кто это сделал? Спросил Фэн Бяа с жестким выражением лица. Мгновенно прыгнул к Хаахай и проверил, как он. Он сразу же положил много гранул в его рот и срочно помог ему проглотить их. Затем он крикнул холодно. Он очень ранен. Если бы вы не прибыли вовремя, даже если бы он выздоровел, у него была бы болезнь, которую довольно трудно вылечить. Кто это сделал? Мин Мэй не посмела скрывать. Она поспешила им все рассказать в подробностях. Один на один. Обычная битва. Хаахай так ранен только от одного удара. Лицо Фэн Бяа потемнело. Он попытался сдержать гнев, спрашивая сквозь зубы. Мин кивнула. Кто хочет вернуть лицо нашей дьявольской долины? Фэн Бяа глубоко вздохнул и спросил с холодным лицом. Поскольку он осмелился спровоцировать нас, независимо от того, откуда он родом, нам нужно преподать ему урок с помощью крови. Фэн Бяа осмотрел людей в комнате. Ли Фэн надул губы, указывая, что его это не интересует. Чен Ге, ты на один класс сильнее Хаахай. Ты пойдешь. Когда Фэн Бяа увидел выражение Ли Фэна, то знал, что он не шутит. Итак, он должен был сделать шаг назад и попросить другого выполнить эту миссию. Чен Ге, пиковое небо небесного царства, тренировался в 36 обрывающихся пещерах с Хаахай. Он побывал в 12 пещерах в одиночестве и вышел тяжело раненым. Он был на один класс сильнее Хаахай и получил из обрывающихся пещер больше, чем Хаахай. В общем, его компетенция была на один уровень выше, чем Хаахай. Почесывая нос, Чен Ге знал, что не может отказаться. Что ж, старейшина назначил меня, поэтому я не смею ослушаться. Я пойду. Затем Чен Ге не задерживался, идя к долине драгоценного инструмента. Он всего лишь ребенок в небесном царстве. Меня это не интересует. Но я хочу встретиться с ним, когда он достигнет духовного царства. Лицо Ли Фэна было холодным. Он вышел из комнаты и неторопливо сказал, я устал и буду отдыхать. Позови меня, если понадоблюсь. Хэм, да, если ничего важного, то не зови меня. Моя техника Дима Горгона скоро прорвется. Фэн Бя ненавидел его и в то же время боялся его. Он ненавидел отношения Ли Фэна и боялся его понимания и огромного потенциала. Его техника Дим Горгона вот-вот прорвется снова. Как давно это было? Как он тренировался? Был ли он человеком? Фэн Бя был поражен. Он был вспыльчивым человеком, но не осмелился выразить гнев перед Ли Фэном. Он попытался сдержать гнев. Ожидая, пока Ли Фэн уйдет, он бросил возмущенный взгляд на других и сказал. Почему бы вам не попробовать? Посмотрите на Ли Фэна, его техника Дима Горгон вот-вот прорвется снова. А как насчет вас, ребята? Чего вы ждете? Шевелите задницами. Тренируйтесь больше. Группа людей, которых обвинили в этом, почувствовала, будто им дали амнистию, и они убежали. Только Хаахай остался лежать на земле. Он был таким жестоким. Духовный зал и инструментальный зал поставили комендантский час, а он почти заставил Хаахай истечь кровью до смерти. Кто он в конце концов? Когда все люди вышли из комнаты, Фэн Бя пробормотал про себя с потемневшим лицом. Глава 547. Постичь его пустая душа беспорядочно плавала в секретах успеха кузнеца. Формирование телепортации появилось из множества крупных кругов, связанных друг с другом. Внешний был сделан из хрустального камня. В пространствах между кругами появился свет, конденсированный из определенной примеси, которая передает энергию из хрустального камня. Круг из хрустального камня связан с кругом поддерживающего света. Там 66 кругов, в том числе 33 круга из хрустальных камней и 33 круга вспомогательного света, который направляет энергию хрустальных камней. В центре кругов находится треугольный жертвенный алтарь из эфирных кристаллов, у которого загадочное и сложное формирование. Это формирование было важным ключом к формированию телепортации. У этого формирования было много узлов и лучей, соединенных друг с другом, чтобы собрать силу эфирного кристалла в одном месте. Кольца энергии из хрустального камня призывали энергию из эфирного кристалла, чтобы создать мгновенное изменение пространства, которое было эффектом телепортации. Между 66 кругами хрустальных камней и вспомогательным светом было не очень много условий. Ему нужно было только обратить внимание на их местоположение, размер хрустального камня, который должен быть инкрустирован, и конденсационные характеристики колец вспомогательного света. Самое сложное – жертвенный алтарь, который сделан из эфирного кристалла. Если быть точным, то сложным было формирование, вырезанное на алтаре. Бесчисленные узлы формирования выглядели как звездная ночь. Каждый узел удерживал энергию эфирного кристалла, а между двумя узлами должно было быть точное расстояние. Однако расстояния между узлами не были одинаковыми. Даже если бы он хотел выучить их наизусть, это стоило бы больших затрат. Узлы были связаны друг с другом с помощью лучей, которые были силой сознания души. Поэтому он должен был призвать свое сознание души, чтобы оно присоединилось к узлам. Пустая душа погрузилась в середину узла, чтобы исследовать древнюю технику формирования телепортации. Шильян спокойно концентрировался, чтобы постичь таинственное пространство этого формирования. Его сознание души быстро истощалось. Уф! Выдохнул Шильян. Когда половина его сознания души была поглощена, он открыл глаза. Формирование телепортации было обширным и запутанным. Постигая формирование, он смутно чувствовал, что у его души хозяина иногда будет резонанс с небом и землей. У его царства был знак повторного прорыва. Он был на пике небесного царства, а чистая сущность ци в его теле достаточно давно накапливалась. Теперь все, что ему нужно, это вспышка прозрения, а затем он может сделать большой шаг вперед, войдя в духовное царство. Он застрял на этом проходе. На этот раз, когда он постигал формирование телепортации, его царство немного увеличилось. Несмотря на то, что этот рост был медленным, он хорошо его чувствовал. У него было ощущение, что, когда он наконец может понять тайны формирования телепортации, это и будет тот момент, когда он войдет в духовное царство. Ши Ян выпил пять гранул оригинальной души, закрыв глаза, чтобы восстановить дыхание. Пока его сознание души восстанавливалось, его разум все еще был напряженным, задерживаясь в предыдущем месте, чтобы узнать и почувствовать таинственные моменты формирования, тихо копаясь аж до самого глубокого слоя. У него был собственный опыт в отношении тонких, таинственных характеристик формирования телепортации. После каждого раза, когда он обращался к секретам успеха кузнеца, а его сознание души быстро потреблялось, его царство тоже быстро увеличивалось. Формирование телепортации было своего рода упанишадой, которая использовала истинный смысл самой таинственной силы космоса. В небесном царстве прорыв нового царства потребует полного понимания сил Земли и небосвода. Неважно, какой тип, важен только уровень понимания. В божественной великой земле воины в небесном царстве могли использовать разные виды упанишад, чтобы совершить прорыв их небесного царства. Тем не менее, никто никогда не слышал об использовании понимания космической силы и сформирования телепортации, чтобы прорваться к духовному царству. От небесного царства до духовного царства, используя понимание силы, он мог прорваться мгновенно и с возможностью роста. А в духовном царстве, он мог использовать сущность глубокого значения силы на сложном уровне. Другими словами, если он использует тайны формирования телепортации, чтобы прорваться в духовное царство, вскоре его понимание космической силы достигнет высокого уровня. В духовном царстве космическая сила могла стать источником его сил. Возможно, это могла быть главная сила, у которой было больше возможностей для дальнейшего роста. Космическая сила и сила времени всегда были самыми редкими и трудными для освоения. Даже в Божественной Великой Земле никто никогда не слышал, чтобы кто-то мог контролировать эти две силы. Кузнецы изучали формирование телепортации, но они не были заинтересованы в улучшении сил. Когда кузнец входил в духовное царство из Небесного Царства, понимание силы, на которое можно обратить внимание, было глубоким смыслом огня. Не важно, кузнецами они были или алхимиками, огонь был самым важным партнером в будущем. Понимание силы огня может определять уровень пламени в их телах. Чем глубже они понимают силы огня, тем сильнее может быть пламя в их теле, которое поможет им очистить более ценные оружия и лекарства. Огонь был основой кузнецов и алхимиков. Даже если космическая сила была чудесной, для этих очистителей это было не так уж важно. Кто-то, кто знает чудесные возможности космической силы, но не владеет формированием телепортации, должен обладать особыми возможностями, чтобы постичь такую силу. Поэтому многие воины, которые хотят использовать космическую силу для дальнейшего совершенствования из Небесного Царства, не могут войти в эту дверь. Таким образом, то, что некоторые люди могли использовать космическую силу для входа в Духовное Царство, случалось очень редко. В любом случае, Шиян был весьма странным. Гранулы оригинальной души стоили имени священного лекарства, которое восстанавливает сознание души. Вскоре после этого его потребленное сознание души было почти полностью восстановлено. Линья Ци улыбнулась. Она стояла перед ним, ей было так скучно, что она должна была наблюдать за происходящим, играя с очищающимся формированием в руках. Она часто проверяла его. Восстановив свой здравый ум, в его глазах странно зажегся свет. Шиян очнулся, неторопливо посмотрев на нее. Твоя проблема снова возникла. Линья Ци не боялась, она была счастлива. Девушка хихикнула. Как хорошо, мне было так скучно. Жаль, что они не пришли раньше. Шиян был удивлен. Он поправил свою одежду, а затем встал, открывая каменную дверь. Ченги держал узкий синий меч, вокруг рукоятки которого обернулись облачный призрак и кровавый призрак. Эти два странных существа таяли в мече, открывая глубокий синий океан. Утонченные и эксцентричные аура и неубийственная аура складывались, источая злое и кровожадное дыхание. Ченги и Хаахай были похожи. Они оба были на пике небесного царства. Тем не менее, у Ченги более хорошие способности и сокровища. Ченги закричала линья Ци, закатив глаза. У меня ведь нет никакой обиды на тебя, верно? У Ченги было худое и длинное лицо. У него были маленькие глаза, и на нем была белая одежда. Он не считался красивым, но его манера держаться была нежной, что сильно отличалась от других из Дьявольской долины. Извини. Старейшина Фэн рассердился, поэтому он послал меня сюда. Ченги сжал кулак, улыбаясь, будто у него не было другого выбора. Я не смею ослушаться приказа моего учителя. Мисс Линь, пожалуйста, прости меня. Эй, брат, я здесь только чтобы поговорить. Я не хочу рисковать жизнью. Не обходись со мной так, как с Хаахай. Не бей меня до смерти. Этот Фэн Бяа старый и отсталый. Он любит скрывать свои недостатки. Фыркнула Линь Я Ци, а затем повернулась к Ши Яну. Кузен, ученик Фэна Бяа Хаахай. У него с ним глубокие отношения. Теперь, когда Хаахай сильно пострадал, конечно, Фэн Бяа не оставит это безнаказанным. Однако Ченги не ученик Фэн Бяа. Он просто обычный парень. Ты должен контролировать себя, не позволяя ему не вернуться. Брови Ши Яна задрожали, но он молчал. Ему понадобился только один удар, чтобы победить Хаахай. Он умел использовать дикую энергию. Когда его собственная сила прибавлялась к негативной силе, это было бы суицидом, если воин того же уровня захотел бы посоревноваться с ним по силе. Удар Хаахай заключался в том, чтобы накапливать энергию, используя самую мощную силу для того, чтобы мгновенно убить, словно гром и молния. В этом случае, метод Хаахай был неудачным выбором. Используя силу сопротивления силе, когда Ши Ян использовал грозное изменение тысячи рук, сила из его тела и негативная сила, а также его сущности разразились в одно и то же время, Хаахай не мог противостоять этому. Он сильно пострадал. Его состояние было действительно очень плохим. Очевидно, Ченги не был тем же типом воинов, что и Хаахай. Синий призрачный меч Ченги обладал облачным призраком и кровавым призраком. Он мог контролировать кровожадную и жестокую ауру, но он казался элегантным джентльменом. Люди, которые его не знали, могли подумать, что этот парень из чистой земли. У людей было смутное ощущение, что они не могут разобраться в личности этого человека. Этот человек знал, как оставаться скрытным. Возможно, он может быстро двигаться. Для этого типа противника гравитационное поле было лучшим вариантом. Пока Шиян молчал, он неслышно построил три гравитационных поля, которые обычные люди не видели. Он установил их по бокам и за своей спиной, оставляя свой фронт незащищенным. Если Ченги бросится к нему с фронта, то не встретит гравитационное поле. В бою один на один Шиян никого не боялся. Если бы Ченги использовал некоторые виды быстрых методов и напал на него с двух сторон или со спины, это больше всего подошло бы Шияну. Как только он попадет на гравитационное поле, и если он будет колебаться хотя бы долю секунды, то Шиян нанесет Ченге еще больше урон, чем Хаахай. Пожалуйста, будь милостивым. Ченге сжал кулак. Затем он исчез. Лицо Шияна изменилось. Сжав кулаки, его удары были похожи на гору, когда они яростно и высокомерно врезались в землю. Бум! Летели щебени пыль. В земле теперь была вмятина в форме кулака, которая очень привлекала внимание. Из-под земли послышался крик. ССССР Меч, мерцающий мрачным синим светом, облачным призраком, призраком крови, и убийственная аура разрезали землю, пересекая пустоту. Холодный синий свет ударил в грудь Шияна. Ф-ф-ф. На груди Шияна расцвел кровавый цветок размером с большой палец, а кровь полилась, словно поток. Линья Ц испугалась, закрыв рот от страха. Слишком быстро. Ченги исчез. Никто не знал, как он так быстро попал под землю. Из-за этого все поля гравитации, которые создал Шиян, стали бесполезными. Свет меча несся вместе с иньцией кровавой аурой, которые могут пробить любую сильную защиту. Люди только что увидели вспышку света, и Шиян был ранен. На ранах были многочисленные лучи иньци. Кровавая аура была похожа на волокно паука, быстро разрушая его сосуды и сухожилия. По всему его телу распространялось болезненное чувство анимения, ядовитая аура. Лицо Шияна стало темнее. Ченги выглядел нежным, но он оказался таким жестоким. Этот парень был хорош в сокрытии собственного таланта. Он мог убивать людей одним ударом в мгновение ока, даже его оружие отравляло их. Ченги прикидывался дружелюбным только, чтобы скрыть свой мгновенный смертельный удар. Шиян сделал глубокий вдох. Теперь он рассердился. Если бы у него не было боевого духа оцепенения, то ему были бы не страшны такие атаки. Даже если бы он не умер, то все равно был бы сильно ранен. В общем, Ченги пришел сюда не для того, чтобы что-то обсудить. Он просто хотел устроить засаду и убить его. Друг, ты довольно злобный. Я действительно извлек урок. Шиян быстро взял себя в руки. Его глаза сверкнули холодным светом, когда он изогнул бровь. Иди сюда, приятель. Глава 548. Вторая битва Мин Мэй снова пришла. Она стояла под тенью деревьев рядом с гравитационной комнатой и довольно улыбалась. Она была взволнована. На самом деле Ченги не подвел ее. Он был достойным имени воина, который лучше всех в этом поколении умел нападать из засады. Он одним ударом жестоко ранил Шияна. Это наверняка спасло бы лицо Дьявольской долины. Тихо появились воины, которые находились на тренировочных площадках поблизости. Они с большим интересом наблюдали за дракой. Ченги был молодым экспертом нового поколения в Дьявольской долине. Многие здесь знали его. Они болтали друг с другом и угадывали, когда Шиян больше не сможет сопротивляться. Линья Ци смутилась. Она закричала. Ченги умеет незаметно исчезать. Не попадись в его ловушку. Шиян скривил губы. Он находился примерно в 30 метрах от земли. Ченги мог спрятаться под землей. Эта переменная была выше его оценки, что заставило его заплатить большую цену. Если бы у него не было сильного тела, он бы проиграл за один удар. Дьявольская долина всегда была Дьявольской долиной. Те, кто пришел из семи старых фракций, не были мягкотелыми. Легкое поражение Хаахай заставило его недооценить остальных. Однако благодаря контратаке Ченги, он понял, что не должен недооценивать семь древних фракций, которые прочно стояли в божественной великой земле в течение 10 тысяч лет. Ченги не спешил снова нападать на него, скрываясь под землей. Освободив свое сознание души, Шиян начал обыскивать подземелье, но не мог найти местонахождение Ченги. Этот человек был действительно убийцей-невидимкой, который был более опасен, чем Хаахай. Даже несмотря на то, что Шиян мог чувствовать, Ченги все равно мог прятаться. Хотя его сознание души не было полностью чистым, он использовал свое сознание души гораздо мудрее, чем обычные воины. Это было благодаря Упанишаде души клана демонического звука. В этой заброшенной местности он научился многим особым методам, использующим сознание души из Упанишады души клана демонического звука. Техника поиска души – это секретная техника души клана демонического звука. Используя сознание души как сеть, она распространялась на все направления, а затем медленно отступала, чтобы увидеть любых существ в зоне действия сознания души. Тем не менее, его техника поиска души не смогла найти Ченги. Это означало, что у этого человека было что-то особенное, чтобы скрыть свое сознание души. Поскольку он не мог найти Ченги, то не спешил действовать, просто ожидая, пока Ченги покажет себя. Люди, которые умели скрывать свою ауру, не задерживались на одном месте. Они всегда двигались. Он понял, что Ченги не остановился, а постоянно меняет свое местоположение, собирая энергию, чтобы подготовиться к смертельному удару. Он ждет. В самом деле, мрачные, темные тени возникали одна за другой с земли, как будто прорастали оттуда, а холодная, кровожадная аура мгновенно затапливала местность. Облачный призрак и кровавый призрак. Среди дьявольской породы, которая воспитывалась в 36 обрывающихся пещерах Дьявольской долины, тернии души Энь принадлежали облачному призраку, а кровососущие воспоминания было навыком кровавого призрака. Они оба были навыками атаки души. Существа без материального тела всегда хорошо использовали душу. Облачный призрак и кровавый призрак не были исключением. В этот момент, облачный призрак и кровавый призрак взлетели вверх, плывя в пустоте по направлению к Шияну. Тернии души Энь и кровососущие воспоминания от облачных призраков и кровавых призраков внезапно опустились к морю сознания в попытке мгновенно разбить его. Ченге нужна была только возможность. Когда море сознания Шияна стало хаотичным из-за тернии души Энь и кровососущего воспоминания, Ченге напал на Шияна с непреодолимой силой. Каждый облачный призрак и кровавый призрак был похож на призрачную тень. Они были расплывчатыми, плавая повсюду. Запах крови и аура Энь заполнили все пространства. Шиян вздрогнул, а его глаза выразили борьбу. Пора. Электрический ток расколол землю, направляясь в сторону Шияна. Он был быстрым и надежным, словно острый нож. Облачные призраки и кровавые призраки роились, как восходящий поток, покрывая Шияна и связывая его душу. Атака Ченге не прекратилась, он в одно мгновение пырнул Шияна в грудь. Линья Ци почувствовала, что ее сердце висело на волоске. Она знала, что дела плохи. В этот момент тусклые зрачки Шияна внезапно начали излучать восхитительный свет. Его лицо было ярким и сияющим. Пламя ослепительно и красиво расцвело в воздухе, словно лотос. Тем не менее, оно горячо обжигало. Ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша. Каждый облачный призрак и кровавый призрак превратился в дым. Они растворились в воздухе после того, как пронесся ветер. Шиян выдавил улыбку, которая была резкой, как лезвие, холодная и опасная. Бум. Печати жизни и смерти освободились, складываясь одна на другую. Область смертельного намерения расширилась, так как деревья и трава в усадьбе начали умирать. Точки холодного света взрывались, словно фейерверки, летая повсюду, как разбросанные в небе звезды. На печать их жизни и смерти было много холодных светлых точек. В области смертельного намерения разрушительная сила убила и стерла все, что было покрыто этим холодным светом. Ченге был разоблачен. Он держал синий демонический меч, его лицо было испуганным, когда он пытался отступить. Три гравитационных поля объединились в одно и сразу активировались, полностью охватывая Ченге. Хаотическая сущность ци. Ченге, казалось, видел призрака в преддневном свете. Его силуэт мерцал в воздухе, словно умирающая свеча. Ша-ша-ша-ша-ша-ша. Луч вошел в гравитационное поле, вторгаясь в тело Чена. Грохот-грохот-грохот. Треск-треск-треск. Взрывы непрерывно повторялись один за другим внутри тела Чена, как воспламеняющиеся фейерверки. Ченге катился по гравитационному полю, как мяч, его тело было покрыто кровью. Стук. Ченге упал. Половина костей в его теле была сломана, и он умирал. Мин Мэй был напуган. Второй. Когда Ши-ян снова появился, то вспыхнул свет. Он нахмурился, глядя на Линья Ци и вернулся в гравитационную комнату. Линья Ци открыла рот, она была поражена, и ничего не понимала. Ченге был побежден вот так. Это было просто поразительное поражение. Никто не знал, что произошло. Они думали, что Ченге совершил большую ошибку во время битвы и потерял контроль над своим телом. Только Ченге знал, что он не совершал никакой ошибки, но был втянут в гравитационное поле, которое взяло контроль над его телом. Однако он не мог говорить, он упал в обморок. Мин Мэй сильно испугалась. Видя, как Ши-ян исчезает в комнате, она в панике вскрикнула, посмотрела на Линья Ци, а затем положила Ченге на спину и улетела. Ченге был сильно ранен, даже хуже, чем Ха-хай. У Ха-хай были раны на коже и плоти, а у Ченге были ранены сухожилия и кости, которые было очень тяжело лечить. Долина духовного зелья. Когда Мин Мэй притащила умирающего Ченге к Фэн-бяа, Фэн-бяа был в ярости. Ранения Ченге были настолько серьезными, что даже если он мог восстановить свои кости, последствия все равно бы были. Теперь для него будет тяжело достичь высших царств. В конце концов, у него не было бессмертного боевого духа. Лицо Фэн-бяа стало более свирепым, когда он недолго почувствовал молодого человека. Слушая рассказ Мин Мэй, он внезапно закричал «Ли Фэн». Ли Фэн вошел, его лицо потемнело. Он собирался вот-вот разозлиться, но когда его взгляд упал на Ченге, то он в страхе воскликнул. «Тебе нужно еще объяснение?» Хмыкнул Фэн-бяа. Ли Фэн кивнул, тихо ответив ему. «Я понял». Отношения между ним и Ченге были действительно хорошими. Когда они были в 36 обрывающихся пещерах, Ченге был его самым постоянным младшим братом. Он также был хорошим другом, что случалось довольно редко. Даже если ему было все равно на престиж дьявольской долины, он не мог просто стоять и смотреть, поскольку они были друзьями. «Я хочу, чтобы он умер». Фэн-бяа сжал зубы, словно свирепый зверь. «Не беспокойся о комендантском часе духовного зала и инструментального зала. На этот раз я хочу увидеть его тело. Даже если будут какие-то плохие последствия, я их все переживу». Красный язык Ли Фэна увлажнил его губы. Его узкие глаза были похожи на ядовитую змею. «Расслабься, я притащу сюда его тело». Сказав это, Ли Фэн исчез, словно порыв ветра. Мин Мэй была поражена, идя за ним с изумлением. «На этот раз посмотрим, как умрешь ты», — подумала Мин Мэй. Перед гравитационной комнатой более десяти воинов долины драгоценного инструмента тихо разговаривали, глядя на комнату с восхищенным взглядом, полным уважения. Новости о битве между Шияном и Ченге разошлись по всей долине драгоценного инструмента так же быстро, как удар молнии. Многих воинов, которым нечем было заняться, очень взволновала эта новость. Они собрались здесь, будучи весьма заинтересованными. Все знали, что Дьявольская долина была жестокой. Во-первых, Шиян избил Хаахай, а затем сломал кости Ченге. Такие злые действия были даже более жестокими, чем действия Дьявольской долины. Те, кому хватило смелости спровоцировать власти Дьявольской долины, все были из семи древних фракций. Однако, даже если бы он был из семи древних фракций, он все равно не должен был совершать такие ужасные поступки. Кто он? Почему он посмел сделать это? Эти люди думали об этом. Все были взволнованы, ожидая следующего события. Все знали, что Дьявольская долина не позволит ему уйти безнаказанным. Они также знали, что среди молодых людей Дьявольской долины, которые пришли сюда на этот раз, есть Дьявол по имени Лифын. Сила и зверские характеристики Лифына были известны во всей Божественной Великой Земле. На севере долины драгоценного инструмента, в исключительной области культа Сияющего Бога, красивые и талантливые люди слушали старейшину Сьюму, читающего лекции об особенностях мертвых душ. Внезапно снаружи раздался удивленный крик. Сьюму нахмурился, бросил туда взгляд, пока его сознание души двигалось, внимательно прислушиваясь. Молодой человек сильно ранил Ченге и Хаахай. Его поступок был жестоким, похоже, мы увидим неплохое шоу. Сьюму говорил Сьюле, который стоял перед ним, его лицо было испуганным. Возьми своих братьев и сестер, чтобы проверить, как там дела. Я полагаю, Лифын появится. Вы сражались с Лифыном в этом году бесконечного результата. Думаю, тебе следует воспользоваться этой возможностью и проверить его текущую компетенцию. Юле был удивлен. Он кивнул, а затем вывел оттуда несколько молодых людей из культа Сияющего Бога. Усадьба на юге Долины Духовного Зелья. Старейшина Ялей с Чистой Земли действовал также с Юму, назначая гордость Чистой Земли, Ло Юе. Как его зовут? Ло Юе был одет в темно-фиолетовый халат. Я знаю всех экспертов древних фракций. Он причинил вред Ченге и Хаахай, поэтому он не должен оставаться анонимом. Я никогда не слышал о нем раньше. Может быть, он новенький? Сказал Яле, покачав головой, указывая, что он тоже не знал этого человека. Ло Юе был удивлен. Он кивнул и сказал, я пойду туда и посмотрю. Несколько людей из Чистой Земли последовало за ним. Новости быстро разошлись. Вскоре после этого все воины в Долине Драгоценного Инструмента и в Долине Духовного Зелья услышали эту новость. Они начали заполнять пространство перед гравитационной комнатой Шияна. Сотни воинов были похожи на облако кузнечиков, занимающих все пространство перед гравитационной комнатой. Начиналась Большая война. Глава 549. Если эта битва должна произойти, тогда давай сражаться. Гравитационная комната. Линья Ци беспокоилась, разговаривая мягким тоном. Уходи из Долины Драгоценного Инструмента, ты не можешь остаться здесь. Хаахай не справился, а затем и Ченге не справился. Лифин обязательно предпримет какие-то действия. Шиян равнодушно сел, скрестив ноги. Он слегка открыл глаза и нахмурился. Лифин, кто это? Самый сильный из этого поколения в Дьявольской Долине. Он находится в первом небе Духовного Царства. Люди называют его Дьяволом. Этот человек настолько злой и безумный, что станет массово убивать, если будет раздражен. Сказал Линья Ци с серьезным выражением лица. Ах! Кивнул Шиян. Пусть приходит. Достигнув Третьего Неба Небесного Царства, самоуверенность Шияна поднялась до Небес. Несмотря на то, что он не был слишком высокомерным, это помогло ему не бояться воинов Духовного Царства, особенно тех, кто на один уровень выше его. Духовное Царство и Небесное Царство на одно Царство отделены друг от друга. Разрыв между двумя Царствами – глубокий и широкий канал для обычных воинов, но его это не включало. Будучи человеком, у которого три разных типа боевых духов, сильное телосложение и способность призывать негативную энергию, у него было много трюков. Он не боялся даже если ему приходилось сражаться с воинами Духовного Царства. Учитывая, что такие странные существа, как Дьявол Войны, Король Демонических Насекомых, Ледяное Пламя, Пламя Земли и Бог Святого Духа были с ним, ему не нужно было беспокоиться о своей жизни. Таким образом, он не особо встревожился. У противника просто была база совершенствования Духовного Царства. У него может быть власть, которая идет вразрез с естественным порядком. Линья Ци была совершенно недовольна им. Она продолжала бормотать и умолять его уйти, ее лицо было крайне взволнованным. «Куда мне идти?» Улыбнулся Ши Ян. «Сейчас Горный Хребет Мертвая Душа – опасное место. Как только я покину Долину Духовного Зелья и Долину Драгоценного Инструмента и войду в Горный Хребет, полный мертвых душ, то умру. Хоть Лифыны такой невероятный, но осмелится ли он убить меня?» «Осмелится», — ответила Линья Ци. «Я же сказала тебе, он сумасшедший». Комендантский час Долины Драгоценного Инструмента и Долины Духовного Зелья могут помешать другим, но не ему. Ши Ян был ошеломлен. Некоторое время он колебался, а затем заговорил с холодным взглядом. «Если он осмелится, то я всегда могу показать ему, насколько я опасен». Ши Ян не боялся Дьявольской Долины. Семь древних фракций были сильными, но у них не было никаких связей с ним. Он был один в этой большой божественной великой земле. Ему просто нужно было найти секретное место и спрятаться там. Даже если сила семи фракций была в каждом углу, они не могли его отследить. У него не было никаких забот, бремени или чего-либо, что держало бы его. Он мог просто уйти. Линья Ци долгое время безрезультатно убеждала его. Конечно же, она возмутилась и закричала. Она вскочила, пытаясь тащить его, вынуждая его уйти. Однако в этот момент глаза Ши Яна оживились. Он уклонился от Линья Ци и оттолкнул ее. Линья Ци была в ярости, а ее было лицо тревожным. Идет тот, о ком ты говоришь. За пределами гравитационной комнаты собрались сотни воинов, которые живут в долине драгоценного инструмента и в долине духовного зелья. Большинство из них были учениками чистой земли в небесном царстве. У некоторых из них была база совершенствования духовного царства. Тем не менее, все эти эксперты в духовном царстве были старыми. Они прятались в толпе, наблюдая за происходящим. Было три исключения. Лифен, Юлия и Ло Юе. Это было новое поколение экспертов Дьявольской долины, культа сияющего Бога и чистой земли. Благодаря интенсивной терапии и многочисленным совершенствующим материалам, а также их врожденным талантам, они легко достигли духовного царства. Дарованные Богом редкие таланты. Эти трое были известны в Божественной Великой Земле. И предыдущие поколения, и молодое и красивое новое поколение знали этих троих. Юлия и Ло Юе посмотрели на своих сестер и братьев, которые стояли перед гравитационной комнатой. Лифен прибыл раньше. Он не торопился, а просто сел, скрестив ноги за пределами комнаты, закрыл глаза и чего-то ждал. Мин Мэй стояла позади него. Ее глаза сияли, когда она осматривала комнату. Она не знала, чего ждал Лифен. Спустя много времени Лифен медленно встал и сказал. Мой друг, ты достаточно расслабился? Я Лифен из Дьявольской долины. Думаю, ты уже знаешь, что я здесь. Я не хочу много говорить. Я пришел сюда, чтобы увидеть твое поражение. Если ты признаешь поражение, заявив, что сдаешься, увидев меня, Лифена, то я не стану атаковать. Оказывается, он ждал, когда этот мужчина восстановится. Все были поражены. Юлия Лойюэ, казалось, презирали его, странно покачивая головами, как будто они считали, что Лифен лицемерен. Он был воином Духовного Царства, и теперь он хотел доставить неприятности воину Небесного Царства. Даже если он подождал, пока тот оправится, что это было. Может ли разрыв между двумя царствами быть восстановлен только выравниванием дыхания? Лифен и правда идет. Вот испугалась Линья Ци. Шиян встал и спокойно открыл дверь. Затем он появился на глазах сотен людей. Сдаться, увидев тебя, Шиян удивился и покачал головой. Ты не квалифицирован. Глаза Лифы настали холоднее, а на его лице появилась холодная насмешка. Интересно. Ну, похоже, я слишком сильно беспокоился, правда? Друг, а ты смельчак. Так вот как ты победил Ха-Ха и Ченге. Разве ты здесь не для того, чтобы вернуть лицо Дьявольской Долины? Шиян изогнул брови. Почему ты так много болтаешь? Если хочешь сражаться, то давай. Зачем тянуть? Все были ошеломлены. Крайне высокомерный. Аноним в небесном царстве может быть таким высокомерным перед Лифыном? Возможно, он не знал репутацию Лифына? Нет. Закричала Линья Ци. Она полетела к Лифыну и объяснила. Он мой друг. У него хорошая связь с моим учителем. Он избил Ха-Ха и Ченге, потому что они первыми спровоцировали нас. Ты воин духовного царства. Даже если ты сможешь победить его, это не гордый триумф. Мне все равно, что другие думают обо мне. Лицо Лифына было зловещим. Он улыбался, но его глаза были холодными, как ледяная камера. Что меня беспокоит, так это отношение этого человека ко мне. Бум. Сильный порыв обернул Линья Ци, словно большой веревкой, связав ее и вытащив ее из диапазона битвы. Ты очень откровенный, поэтому я не должен быть многословным. Лифын громко рассмеялся, убрав Линья Ци, когда он шагнул к Шияну. Ураган прорвался, вызвав опустошение. Резкое желтое ветровое лезвие было размером с лист ивы, умноженной на количество тысяч, катящихся по направлению к Шияну. Во время урагана ветровых лезвий лучи дьявольского пурпурно-красного света неслышно расширялись. Треск, треск, треск. Под ногами Лифына взорвался зеленый камень, который был твердым, словно сталь, повсюду был разбросан щебень. Завывание, завывание, завывание. Завывал ветер. Ураган был похож на колонну, тянущую все до неба. Камни взорвались под давлением урагана, тяжелого, словно сила десяти тысяч солдат. Шиян нахмурил брови. Он собирал свою силу под кнутами сильного ветра. Потоки негативной энергии выходили из точек акупунктуры во всем его теле, быстро двигались в его меридианах и смешивались с его сущностью Ци. Бам-бам. Мускулы всего его тела напряглись. Сила, спрятанная глубоко внутри его мышечных волокон, мгновенно активизировалась. Ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша. Ветровые лезвия вырвались из урагана, бросившись к нему со всех сторон. Все они были свирепыми. Гравитационная комната была размером в 200 квадратных метров, но она была разбита за одно мгновение. Ураган втянул в себя куски камней, усиливая свою мощь. Гравитационная комната сравнялась с землей посреди летающего щебня. Тем не менее, Шиян стоял неподвижно, как десять тысяч летняя скала. Ветровые лезвия грохотали, свирепствовали и разбивали его щит темного света, нападая на его тело. Из его тела вырвалась жестокая, кровожадная, безумная и ненавистная мысль, которая распространялась во всей сцене с аурой реального вещества. Затем она взорвалась. Каждое ветровое лезвие воздействовало на эту злобную ауру вокруг него, будто бы он зажег динамит. Все вспыхнуло. Бум. Он топал по земле, вызывая дрожь, которую хотел передать ногам Шияна. Его ноги не успокаивались, а его сила заливалась глубоко в землю. Ураган свирепствовал, но не мог поднять его с земли. Он мог только вращаться вокруг него, направляя больше ветровых лезвий для атаки. Воины, наблюдавшие за боем, были ошеломлены, восклицая в страхе. У Шияна была только база совершенствования Небесного Царства, но его не тряс свирепый ветер Лифына. Это было необъяснимо для них, поскольку Лифын был воином Духовного Царства. Даже если он не использовал всю свою силу, то с его пониманием сил Неба и Земли не мог сравниться воин Небесного Царства. Лифын был гордостью Дьявольской долины, странный злой человек, который вышел из 36 обрывающихся пещер. Все присутствующие здесь ощущали пугающую природу его роящегося ветра. Разумеется, люди не могли предсказать, что такая мощная сила не сможет поднять Шияна в небо, а он прочно стоит на Земле. Опасно. Глаза Юли засветились. Благодаря одному только телосложению и силе сущности Ци, и без каких-либо сокровищ он может твердо стоять на Земле. Обычный человек такое не сделает. Неплохо. Совсем неплохо. Молодые мужчины и женщины из культа Сияющего Бога, стоящие рядом с Юли, испугались. Они начали шумно разговаривать со взволнованными лицами. Происхождение Земли. Это резонанс между телом и Землей. Только воины, специализирующиеся на использовании силы Земли, могут достичь этого царства. Пробормотал Ло Юе. Несмотря на то, что контролировать происхождение Земли нетрудно, этот молодой человек может твердо стоять на ногах перед яростным ураганом. Это очень редко случается. Сила его ног восхищает. Такие же комментарии послышались из толпы. Люди теперь смотрели на Шияна с большим удивлением. Интересно, улыбнулся ли Фэн. Он не был удивлен, он был счастлив. Он очень любил драться. Когда он увидел, что Шиян достойный соперник, то взволновался и начал накапливать свою силу. Он наконец достал руки, которые всегда скрывал в рукавах. Духовный зал. Ли Чжин Ронг и четыре великих старейшины разговаривали, когда внезапно обнаружили, что из долины драгоценного инструмента появилась волна энергии. Все они начали тихо чувствовать. Воины духовного царства сражаются. Крикнул Ли Чжин Ронг. Он сразу возмутился. Мы уже установили комендантский час для запрета боевых действий, но кто-то все еще его нарушает. Разве они не знают, в какой ситуации мы находимся? Затем Ли Чжин Ронг покинул духовный зал и быстро полетел к долине драгоценного инструмента. Великий старейшина Кеда в инструментальном зале тоже был в ярости. Он вышел из зала, посмотрел на ураган в небе и внезапно закричал в страхе. Это Ли Фэн. Ли Фэн не дал нам лица. С кем он борется? С Юлей? Ли Фэн и Юлей не ладят. Ли Фэн не соблюдает правила, но Юля такого не сделает. Должно быть, это не Юля. Пойдем туда и посмотрим. Пойдем. Глава 550. Сила сталкивается с силой солнца и ослепительно сияла над долиной драгоценного инструмента. Атмосфера в долине нагревалась под оранжево-красными солнечными лучами. Ши Ян стоял посреди тренировочной площадки с кучей воинов. Все взволнованно разговаривали. Юля, Ло Юэ, их братья и сестры пристально наблюдали за всем этим. Они даже не моргали, сосредоточившись только на битве. Ли Фэн продолжал накапливать силу. Ураганы продолжали вздыматься в небо. Затем они объединились вместе, создав роящийся ветер, сметающий предмет из тренировочных площадок. Под яростным ураганом тренировочные площадки были разбиты словно сухая веточка. Тренирующиеся воины с яростными криками убежали оттуда. Ли Фэн слабо улыбался, игнорируя все плохие комментарии и жалобы. Он только улыбнулся Шияну, который полностью погрузился в ураган. Ветровые лезвия повсюду летали как острые серпы. Лучи света расцветали внутри урагана. Аура, которую он издавал, была настолько резкой, что заставляла людей держаться подальше от нее настолько, насколько это возможно. Шияну негде было спрятаться, но он и не хотел прятаться. Его негативная сила все еще призывала. Второе небо ярости. Его разум погрузился в царство ярости, пока он спокойно смотрел на усиливающийся ураган. Его мускулы напряглись и задрожали, когда сливалось много типов энергии. Его аура стала густо очищенной. Без использования сил от ледяного пламени, пламени земли и бога святого духа, Шиян призвал негативную энергию и взрывную силу своего тела, чтобы противостоять атаке урагана. Он не показывал, что вот-вот проиграет. Прохожие были ошеломлены. Когда Лифен прибыл, они думали, что благодаря его базе совершенствования духовного царства эта битва скоро закончится, потому что Шиян будет убит мгновенно. Но результат превзошел их ожидания. В хаосе ураганов Шиян был похож на маленькую лодку, качающуюся в огромном море, которая, казалось, уничтожится в любую минуту, а риск постоянно увеличивался. Однако спустя долгое время лодка Шияна все еще прыгала на одном и том же месте, не переворачиваясь вверх ногами. Все восхищались им. Парень, ты хорош. Выразил уважение Лифен. Даже воины небесного царства из нашей дьявольской долины не могут достичь твоего уровня. Неплохо, парень. Вот почему ты такой высокомерный. Оказывается, ты абсолютно уверен в себе. Хорошо. Разрушение твоей уверенности даст мне отличное чувство достижения. Демонические скручивающие руки. Обе руки Лифена быстро двигались вперед. Затем люди увидели много теней, превратившихся в многочисленные мягкие черные руки, окутывающие Шияна. Сотни причудливых рук выросли из его тела, как щупальца, плывя словно змей в порыве урагана, быстро приближаясь к Шияну. Вскоре эти щупальца нашли свою цель в урагане, полностью обворачивая Шияна. Демонические скручивающие руки были священной военной техникой, давно известной техникой Дьявольской долины. Эта техника поглотила убийственную ауру 36 обрывающихся пещер в Дьявольской долине. Затем воин использовал свою сущность Ци, чтобы усовершенствовать ее, чтобы она была более жесткой и гибкой одновременно. Она была гораздо опаснее, чем секретное оружие. Как только они активировались, демонические скручивающие руки стали похожи на глаза воина, связывающегося со своим сознанием души. До тех пор, пока сознание души двигалось достаточно быстро, демонические скручивающие руки обматывали тело противника, когда у него не было времени реагировать. Шиян попал. Зрители были ошеломлены. Они почувствовали сожаление, поскольку думали, что Шиян больше не может противостоять этому. В то время Лифен начал двигаться. Он просто качнул руками, и демонические скручивающие руки покрыли тело Шияна, войдя в ураган. Затем он активировал дьявольские ладони, сгустил много видов злых энергий, а затем с грохотом повалил Шияна. Бум-бум-бум. В оглушительных взрывах закружились лучи, сверкающие, как фейерверки. Точки света расцвели в урагане, словно большие звезды. Злая энергия разрасталась, повсюду расширяясь. Сила урагана снова взлетела, постоянно увеличивая давление. Вскоре мускулы в теле Шияна треснули, будто бесчисленные мечи пронзили его тело. Кровь текла из его ран, как ручей. Раны были настолько глубокими, что люди даже видели его кости. Было так больно, что ничто не могло с этим сравниться. Глаза Шияна покраснили. Вспыхнули многочисленные лучи света. Третье небо ярости. В его голове возникли крайне кровожадные мысли. В этот момент у Шияна закружилась голова. Лифен был более могущественным, чем он предполагал. В первом небе духовного царства у Лифена были странные постоянно меняющиеся дьявольские техники. Его сила была чистой, но злой, а его понимание царства было гораздо более глубоким, чем у других воинов первого неба духовного царства. Когда Лифен призвал все свои силы и достиг своего предела, то смог сражаться даже с экспертами второго неба духовного царства. У Шияна сложилось неправильное представление об этом человеке, он не организовал защиту тщательно и получил сильный удар от демонических скручивающих рук Лифена. Злобный свет вспыхнул в его красных зрачках, от него исходил запах крови. Внутри кровавого тумана, поднимающегося по спирали, Шиян посмотрел в небо и громко зарычал. Его голос взлетел к небу, а сила в его теле была призвана к крайнему пределу. Огромная убийственная аура поднялась в небо от его головы. В густом кровавом тумане в голове Шияна оставалась только мысль об убийстве. Он все забыл. Единственное, чего он сейчас хотел, это убить всех своих врагов. Ни волнения, ни счастья, ни страха. Только смертельные мысли поднимались, словно приливы. Была инстинктивно призвана область смертельного намерения. Угрюмая, спокойная аура неслышно рассеялась, будто она хотела уничтожить весь мир. Много деревьев на тренировочных площадках пожелтели, а затем сморщились со скоростью, которая была видна невооруженным глазом. Их корни поморщились. Насекомые падали один за другим. В то же время область смертельного намерения также затронула и крошечных существ под землей, но люди не могли ее распознать. Только мысль о смерти также была активирована печать жизни и смерти. В третьем небе ярости освободилась негативная энергия. Семь отпечатков рук, которые были размером с целую комнату, падали друг на друг в пустоте. Злые, жестокие, мертвые и отчаянные мысли быстро сгущались внутри отпечатков, что удваивало их силу. Отпечатки рук слились, ведя убийственную ауру к небу, а затем сорвались вниз с высоты. Не было взрыва, не было разбросанных камней. Тренировочная площадка затихла. Однако в этой тишине произошло странное изменение. Ураган был разорван посередине, будто его разрезала острая рука. В мгновение ока многочисленные демонические скручивающие руки исчезли. Прекрасные и практические демонические техники Лифына, казалось, были вынуждены остановиться. Они были полностью подчинены. Его кровавые зрачки сияли пламенем, как у сердитого кровожадного зверя. С рассеиванием крови повсюду Шильян нацелился на Лифына, используя изобилующую силу своего тела для удара. Каждый удар его был таким, будто он пытался сломать гору с бурно бушующей энергией. В области смертельного намерения между Шильяном и Лифыном казалось, что ауру этих двоих скрывают какие-то невидимые барьеры. Люди видели только то, как они согнулись, а затем атаковали, словно молния. Но они не слышали звук их ударов и не чувствовали силу каждого удара. Кровавый бой. Кровь текла из Шильяна, что делало его похожим на кровожадного демона с нижнего уровня ада. Он полностью сошел с ума. Из его кровавых глаз искрился свет, который напугал зрителей. Они не смели смотреть ему в глаза. Лифын тоже пострадал. Сила в его теле была сдержана. Его достижение в духовном царстве, казалось, было затянуто в бездну смерти, а его уверенность понемногу исчезала. Лифын активировал все свои силы. Многочисленные дьявольские техники, которые он совершенствовал, изящно ложились одним слоем на другим. Дьявольский, призрачный свет сильно расширялся. Постоянно происходили нападения, которые могут вызвать головокружение. Сила столкнулась с силой. Два силуэта спутались, вместе вспыхивая. Свет искрился, как падающие звезды. Искристые и восхитительные, они загипнотизировали людей. Лифын не понимал, что его тело теперь покрыто кровью. Кроме того, никто не знал, его это кровь или Шильяна. Чем больше Лифын сражался, тем больше он был поражен. Он никогда не думал, что ребенок в небесном царстве может применить силу, чтобы противостоять его силе. Кроме того, он никогда не видел, чтобы человеческое тело могло быть до такой степени жестоким и надежным. Многие виды техник, которые передавались в течение тысячелетий в долине дьяволов, поразили Шильяна, словно удар по самой твердой скале в мире. Постоянно слышались звуки металла. Из-за силы тела Шильяна, ему казалось, что он сражается с каменной куклой, а не с телом из плоти и крови. В любом случае, он мог игнорировать эту особенность. Самой страшной особенностью этого человека была его способность к восстановлению. На площадке он ясно видел, что тело Шильяна было в ранах. Тем не менее, во время боя он увидел, что порезы затянулись. Раны восстанавливаются во время боя. Что происходит? Лифын не мог поверить своим глазам. Если бы он не видел, что все порезы Шильян восстанавливались, то подумал бы, что галлюцинирует. К сожалению, он знал, что это не иллюзия. Все было реально. Во время боя тело его противника быстро восстановилось, а его боевая компетентность не была слишком ослаблена от начала и до конца. Напротив, его тело сильно пострадало, и у него кровотечение. Постепенно он начал чувствовать себя беспомощным. В области смертельного намерения, его воля истощилась. Уверенность тоже начала иссякать. Впервые Лифын обнаружил, что в Божественной Великой Земле в Небесном Царстве был человек, который мог сражаться с гордыми сыновьями Бога в Духовном Царстве, как они. Это осознание было похоже на молот, ударяющий и удушающий его. Битва продолжалась. Наблюдатели не видели много подсказок из области смертельного намерения. Все силы внутри скручивались, не раскрывая своих истинных форм. Кроме того, они не слышали удары, они видели только два смутных силуэта. Личжин Ронг и Кеда прибыли, когда битва была на пике свирепости. Они приземлились с гримасами. Учитель осторожно позвала Линья Ци. Ее лицо было тревожным, когда она изо всех сил пыталась преодолеть барьер ветра. Личжин Ронг фыркнул, затем ударил по барьеру, сделанному Ли Фыном. Он потянул Линья Ци на свою сторону и спросил, что случилось. Ли Фын сражается с Шияном. У Ли Фына есть база совершенствования Духовного Царства, а у Шияна есть только база совершенствования Третьего Неба Небесного Царства. Ли Фын издевается над ним. Возмутилась Линья Ци. Личжин Ронг был удивлен. Он посмотрел на битву на площадке. Его узкие глаза прищурились. Затем он закричал. Это Шиян? Линья Ци постоянно кивала, как курица. Прибыв, Личжин Ронг предположил, что противником Ли Фына был кто-то его уровня, как Юли или Ло Юе. Однако эта ситуация была жестокой. В долине Драгоценного Инструмента и в долине Духовного Зелья сражаться лицом к лицу с Ли Фыном могли только Юли из культа Сияющего Бога и Ло Юе из Чистой Земли. Однако, услышав Линья Ци, Личжин Ронг обнаружил, что все было не так, как он ожидал. Личжин Ронг знал, что Шиян необычный. С ночи, когда Е Чанг Фэн вернулся из темного магнитного ядовитого тумана, он часто охвалил Шияна. Однако Личжин Ронг инстинктивно предположил, что, хотя Шиян и был сильным, он был просто резким человеком в Бесконечном море. Итак, когда он пришел на Божественную Великую Землю, его уровня было недостаточно, чтобы попасть в рейтинг. Но теперь он знал, что явно недооценил этого молодого человека. Глава 551. Кровавые зрачки. Он был тем демоном, которому Дьявольская долина дала все возможности для совершенствования, чтобы воспитать его, поскольку в будущем он станет мастером Дьявольской долины. У него есть база совершенствования Духовного Царства, но он все равно не может победить Шияна. Что происходит? Шиян был в Небесном Царстве. Если бы он обладал такой силой, как воин Духовного Царства из маленьких семей, то уже считался бы особым талантом. Однако его соперником был Лифын. Лифын про себя воскликнул, что он недооценил противника и не видел реальных опасных способностей Шияна. Старый ли, ты знаешь этого парня? Кеда подошел к нему с удивленным лицом. Это твой ученик? Личжин Ронг фыркнул. Я алхимик, я не умею сражаться. Думаешь, я смогу обучить такого ученика? Кеда кивнул, вздохнул, а затем засиял улыбкой. О, я был бы полностью убежден, если бы он был твоим учеником. Эй, кто он? Парень из Бесконечного Моря, его природный дар действительно хорош. Он в одиночку ходил в черный ядовитый туман. Объяснил Личжин Ронг. Черный ядовитый туман. Кеда был тронут. Внезапно он взволновался. Эй, капля оригинальной жидкости жизни, которую ты получил, она от него. Помимо кузнецов инструментального зала, стоящих рядом с Кеда, там были алхимики духовного зала на стороне Личжин Ронг. У всех сияли глаза. Некоторые эксперты, скрывающиеся там, также знали о чудесном влиянии оригинальной жидкости жизни. Они были в восторге, словно кролики, увидевшие морковь. Они жадно смотрели на Шияна на площадке. Личжин Ронг обвинял себя за разговорчивость. Он поспешно закричал. Шиян, мой друг, не планируй свои темные планы касательно его, иначе я не останусь без дела. Кеда и его люди засмеялись. Личжин Ронг нахмурился. У него было так много забот. Кеда и Личжин Ронг были здесь, поэтому никто не осмеливался говорить о комендантском часе. Все были поражены, увидев компетентность Шияна. Они хотели увидеть реальные способности Шияна, и то, до какого уровня он мог дотянуться. Битва продолжалась. Внутри урагана и области смертельного намерения Лифен призывал много типов дьявольских техник. Но все же он еще не смог победить Шияна. В урагане появилась пара кровавых зрачков. Люди не могли не смотреть на него. После того, как Шиян вошел в третье небо ярости, он стал думать только о том, чтобы уничтожить всех существ перед ним. У него не было никаких других мыслей. Он знал много секретных техник, и, войдя в третье небо ярости, он не стал слабее. Напротив, его сила зашкаливала. Казалось, что это царство способно продвинуть его способности к боевому потенциалу. Сила многих боевых техник, которые он не мог максимизировать при нормальных обстоятельствах, теперь полностью раскрывается. Мускулы Лифена треснули. Как и Шиян, он кровоточил. Однако у него не было способности к восстановлению, которая шла против естественного порядка, а у Шияна она была. По ходу битвы его сила постепенно истощалась. Он потерял много крови, поэтому он чувствовал, что скоро упадет в обморок. Лифен знал, что не сможет долго стоять. Без 12 лет обучения аскетически в 36 обрывающихся пещерах с остальной волей он бы быстро признал свое поражение. Он изо всех сил пытался выбраться из области смертельного намерения. Сьюму и Яли тоже беспокоились. Они чувствовали, что битва в долине драгоценного инструмента была слишком яростной. Эта битва была интереснее, чем они себе представляли. В конце концов, Сьюму и Яли вылетели, добравшись до места битвы. Казалось, что пришли все воины из долины драгоценного инструмента и долины духовного зелья. Когда они собрались здесь, то временно забыли об угрозе мертвых душ. Бум-бум-бум. Взрывы отразились от урагана и области смертельного намерения. В середине громкого взрыва Шиян и Лифен отделились друг от друга. Свет в глазах Лифена потускнел. Из него текла кровь. Он был измотан. У него осталось не особо много сил. С другой стороны, кровь на Шияне свернулась. Он быстро перестал кровоточить. Под пристальным взглядом сотен людей плоти кровь в его ранах быстро двигались и восстанавливались. Его кровавые зрачки осматривались. Он не смотрел на Лифена. Вместо этого он убил воина царства Нирваны, который стоял за его спиной. Это потрясло многих людей. Они громко ругались, отступая. Впоследствии Шиян не остановился. Он продолжал убивать воинов, стоящих рядом с ним. Еще три воина небесного царства были мгновенно убиты. Сущностьцы начала двигаться, входя в его тело через поры. Безжалостная, безумная аура на теле Шияна еще больше сгустилась. Он сумасшедший. Чеэрты, у тебя проблемы с психикой? Мы просто наблюдатели. Почему ты нападаешь на нас? Ты дурак. Разве ты не видишь, что он в оцепенении? Многие воины испугались и начали убегать от Шияна как можно быстрее. Они проклинали его себе под нос, но никто из них не осмелился напасть на Шияна, поскольку боялись, что станут его следующими мишенями. С другой стороны, Лифен тяжело дышал вдалеке от Шияна. Его дыхание было коротким и тяжелым. Он был измучен и не хотел продолжать. Состояние Лифена было очень плохим. Он знал, что, если захочет, то сможет использовать самую зловещую секретную технику Дьявольской долины, чтобы во второй раз стимулировать свою силу в другом царстве. Однако, если бы он это сделал, то стал бы намного слабее, чем сейчас. И это оставило бы ему определенные плохие последствия, от которых он не уверен, что сможет полностью восстановиться. Он не посмел. Между ним и Шияном не было большой вражды. Он слишком много потратил в этой битве. Если бы он хотел рисковать своей жизнью с Шияном, даже если бы он выиграл, он уже знал большую цену, которую должен был заплатить за эту победу. Главное было то, что даже если он должен был призвать злую мистику, у него не было абсолютной уверенности. Таким образом, видя, что Шиян был похож на волка, нападающего на стадо овец, убивая толпу, он не продолжал нападать на него, а просто стоял и равнодушно смотрел. Чьим учеником был этот парень? Почему он так опасен? У Лифена закружилась голова. Он тайно испугался из-за силы Шияна. «Останови его!» Крикнул кто-то среди толпы. «Он совершенно сумасшедший, если мы его не убьем, то он убьет нас. Он сумасшедший, мы не можем позволить ему убивать нас просто так». Кеда некоторое время колебался. Он закричал. «Не убивай его, просто поймай его». В этот момент прибыли Сюему и Яли. Затем они увидели дикое выражение лица Шияна, преследовавшего и убивающего других воинов. Их лица изменились. Они осведомились о том, что происходит и испугались. Они не ожидали, что ситуация станет такой. Они никогда не могли себе представить, что Шиян может быть настолько пугающим, что заставит Лифена заплатить большую цену. «Если мы не устраним его, то две долины не будут мирными снова», — сказал Фэн Бя с жестоким лицом. Он не дождался Кеда или Чжин Ронг, и немедленно направился к Шияну. Все были ошеломлены и проклинали Фэн Бя в головах. Фэн Бя был экспертом Третьего Неба Духовного Царства. Эксперт на пороге Царства Истинного Бога хотел сразиться с воином Небесного Царства в состоянии оцепенения. Хотя им и не нравился Шиян, они все же думали, что Фэн Бя заходит слишком далеко. Мгновенно люди поняли, что Фэн Бя хотел отомстить за своего ученика Хаахай. Так как его ученик сильно пострадал, будучи высококлассным экспертом в Дьявольской долине, которой было важно ее лицо, он должен был рассердиться и отомстить за своего ученика. Это было довольно разумно. Однако он воспользовался этой ситуацией, не так ли? Фэн Бя, он мой друг. Взревел Ли Чжин Ронг и попытался остановить его. «Если ты прикоснешься к нему, то станешь моим врагом». «Он сумасшедший. Он убивает невинных людей. Он более сумасшедший, чем ученики Дьявольской долины. Если хочешь защитить его, то идешь против всей долины», — обвинил Фэн Бя. «Он больше ничего не говорил, нацеливаясь на Шияна. Однако в этот момент кровавые зрачки Шияна, казалось, увидели опасность. В его диких глазах промелькнул след осознания. Ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша». Свет выстрелил из кольца кровавой вены. Почувствовав вызов своего мастера, дьявол войны, охотник на привидений, король демонического насекомого, ледяное пламя, пламя земли и пожирающий золотой шелкопряд вышли, мгновенно осадив Фэн Бя. Прозвучал жалобный крик. Фэн Бя посмотрел в небо, плюнув кровью. Его унесло от Шияна. Поток крови брызнул в небо, что заставило всех дрожать от страха. Тренировочная площадка затихла. У всех отвисла челюсть. Величественный охотник на привидений парил в воздухе, забрав Шияна на спину и взлетев в небо, разрывая ветер. Они сразу же полетели далеко от долины драгоценного инструмента. Король демонического насекомого, ледяное пламя, пламя земли и пожирающий золотой шелкопряд сразу последовали за ними. Последним стал дьявол войны. Его разрушающая землю аура залила всю долину, заполняя каждый крошечный угол. Сьюму, Яли, Личжин, Ронг и Кеда испугались. Они ничего не могли сделать, кроме как наблюдать, как охотник на привидений забирает Шияна. Они вообще не решались что-либо сделать. Фэнбя не упал на землю, даже когда кровь вылилась из его рта. Он был сильно ранен. Фэнбя был экспертом третьего неба духовного царства. Фэнбя был одним из сильнейших среди воинов в долинах. Но он был ранен в мгновение ока. Какая сила могла это с ним сделать? Все испугались, глядя на улетающего Шияна. Никто не осмеливался ничего сказать о том, чтобы убить его. Ледяное пламя. Десять тысяч летнее небесное пламя. Демонический зверь восемь уровня. Насекомые, питающиеся падалью. Рассеянно бормотал Кеда. Небесное пламя. Пламя земли. Это божественные сокровища для очищения оружия. Почему у этого человека такая удача? У всех кузнецов и алхимиков в долине покраснели глаза. Их дыхание было коротким и тяжелым. Независимо от того, было это ледяное пламя или пламя земли, они были огненным пламенем, о котором всю жизнь мечтали кузнецы и алхимики. Достижение любого алхимика и кузнеца, у которого были эти два пламени, в очищении лекарств и кузнечном оружии, перешагнули бы в новое царство. Для алхимиков и кузнецов пламя было самым ценным сокровищем. Когда у них было отличное пламя, будущее их карьеры было светлым. Старый ли, кто он в конце концов? У него есть оригинальная жидкость жизни, ледяное пламя, десять тысяч летнее пламя земли и даже король демонического насекомого. Я не знаю, какое наследство божьего короля он получил. Кеда горько улыбался, глядя на Личжин Ронга, постоянно глотая. Откуда мне знать? Вытаращился Личжин Ронг. Все, что произошло сегодня, выходило за рамки его оценки. Поведение Шильяна испугало его. Где этот ублдок Ечан Фын? Спросил сквозь зубы Личжин Ронг. Он знал, что Ечан Фын знает профиль Шильяна. Я не знаю. Покачала головой Линья Ци. Какой бы метод ты не использовала, найди мне этого парня. Скажи ему, чтобы он использовал звуковой камень и позвонил мне. Крикнул Личжин Ронг. Линья Ци испуганно кивнула. Казалось, она еще не оправилась от того, насколько пугающим был Шильян. Глава 552. Самобичевание на северо-западе гор мертвых душ, на изолированном пике. Шильян сидел, скрестив ноги на вершине. Кроваво-красный оттенок исчез из его зрачков и его первоначальное выражение лица вернулось. Дьявол войны, охотник на привидений, ледяное пламя, царь демонических насекомых и бог святого духа парили вокруг, молча охраняя его, на случай если вдруг возникла бы какая-то опасность. Лунный свет был похож на серебристую воду, сияющую вокруг него. Маленькие звезды мерцали, украшая ночное небо. Звездный свет сгустился, а затем вылился на него в тишине. Шильян стоял прямо, не склоняя головы. Через четыре часа он открыл глаза, глубоко вздохнув. Его энергия восстановилась. После восстановления его настроение больше не было жестоким. Его духовное море было похоже на блестящее зеркало. Теперь это мирная зона, наполненная гармонией. Ледяное пламя послало ему свою мысль. Ты в порядке? Шильян улыбнулся и кивнул. Да, я не ожидал, что в этой битве мне придется призвать третье небо ярости. Лифен и правда отнюдь нетипичный человек. Он достоин нового поколения экспертов Дьявольской долины. Он действительно гений. Лифен был дьяволом, который в будущем бы унаследовал великий путь Дьявольской долины. Он провел много лет за культивацией в 36 обрывающихся пещерах, поэтому его понимание тайных техник Дьявольской долины сделало его самым выдающимся молодым экспертом в Великой Божественной Земле. Хотя он не использовал тайные сокровища Дьявольской долины, его сила была впечатляющей. Шильян мог взять верх над ним благодаря тяжелому обучению, которое он прошел за последние годы. Негативная энергия, взрывная сила его тела, очищенная суть ци и его сложные, таинственные боевые техники делали его силу еще невероятнее, чем сила других. Хорошо, что с тобой все в порядке. Когда ты ушел, многие люди хотели навредить тебе. Ледяное пламя описало появление зрителей в то время в долине драгоценных инструментов. Лицо Шильяна было холодным. Он фыркнул, когда понял. Крестьяне невиновны. Ты виноват, если носишь нефрит. У него было не только ледяное пламя, суть пламени, но и дьявольский вид. Например, король демонических насекомых. Он был загадочным для воинов в долине духовных эликсиров и долине драгоценных инструментов. Очевидно, что люди захотят чьи-то сокровища. Шильян понял, что после этого боя его имя будет известно всем в горах мертвых душ. И, конечно же, он не мог скрыть тот факт, что у него на теле было много сокровищ. Если бы не пугающая аура от странных существ, таких как дьявол-война или охотник на привидений, те люди в долине убили бы его прямо на месте. Это была человеческая природа. Мир воинов был наполнен жадностью и хваткой. Многие из них не могли избегать желаний, которые сидели глубоко в их сердцах. Честно говоря, если бы он знал кого-то с таким же количеством восхитительных сокровищ, то у него бы тоже были темные мысли, и он бы тайно планировал какую-то схему, чтобы получить их самому. Было много экспертов из безупречной земли, культа божественного света и дьявольской долины. Кроме того, были алхимики и кузнецы, такие как Лежон Жуикеда. Их было так же много, как облаков в небе. Если они хотели поймать его, то возвращение туда означало бы, что он сдался. Более того, кроме этих людей в двух долинах были еще и другие люди. По словам линьяцы, вскоре после этого появятся воины сферы истинного бога культа божественного света, безупречной земли и дьявольской долины. Тогда начнется кровавая война с мертвыми душами. В то время горы мертвых душ станут огромным полем битвы, которой никто не сможет игнорировать. Если он все еще останется в долине, даже дьявол-войны и охотник на привидения не смогут его защитить. Таким образом, будет лучше уйти раньше. Хотя мертвые души и опасны, если он изо всех сил будет стараться их избегать, то сможет спрятаться. В этом горном хребте очень много гор. Ему просто нужно найти изолированную гору и остаться там на год или около того, чтобы культивировать. Это не должно быть трудной задачей. Ему нужно время. Размышляя о горах, Шиян спокойно оценивал ситуацию. После этого он определился. Я хочу найти безопасную, отдаленную область для аскетической культивации в этих горах. Шиян отправил сообщение ледяному пламени. Какое место мне подойдет? Остаться здесь будет неплохо. Я почувствовал, что в этой области нет ни одной мертвой души. Хорошо, тогда мы останемся здесь. Шиян встал, выпустив свое сознание души на сотни миль вокруг. Действительно, там не было никаких признаков мертвых душ. Он расслабил свои напряженные нервы. Потом он вырыл пещеру, вошел туда, а затем запечатал свою пещеру толстым и тяжелым камнем. Пока он сражался с Лифыном, то потерял рассудок и убил некоторых воинов, чья суть ци была поглощена его телом. После очищения, их суть ци полностью слилась с ним. В этот момент Шиян снова достиг пика, и странная энергия в его мышцах была дополнена. Здесь в горах есть кое-какие звери. Еще тут есть культивационные материалы, которые мы можем использовать. Мы можем иногда выходить и делать растяжку. По-видимому, ледяное пламя стало представителем странных существ, живущих с ним. Постоянное пребывание с тобой не всегда хорошо для нашего постоянного роста. Шиян был поражен. Он задумался и кивнул. Вы, ребята, должны быть осторожны. Он открыл каменную дверь. Ледяное пламя, суть пламени и бог святого духа вылетели. Бог святого духа использовал белый скелет, который был клоном босюна, чтобы быть его реальной сущностью. У клона были блестящие нефритовые кости. Его скорость была относительно медленной, и было слышно треск суставов, когда они двигались. Он потратил много усилий, чтобы обучить это древнее тело в кольце кровавой вены. Однако в его нынешней ситуации нужно было больше времени, чтобы полностью приспособиться к этому скелету. Охотник на привидений, король демонических насекомых и пожирающий золотой шелкопряд некоторое время колебались, а затем тоже улетели. Шиян был в замешательстве, глядя на троих улетающих странных существ. Он ничего не понял. Возможно, этим существам понравились горы мертвых душ. Только дьявол войны остался охранять его. Шиян нахмурился, размышляя. Когда он собирался использовать таблетки оригинальной души, чтобы восстановить свое сознание души, то внезапно обнаружил, что пять дьяволов в его духовном море тоже взволновались. Вы, ребята, после одной трансформации их разум начал развиваться. Хотя они не могли говорить с ним напрямую, они могли посылать ему какие-то абстрактные мысли. Пять дьяволов тоже хотели на какое-то время выйти. Шиян вполне мог понять мысли пяти дьяволов. Некоторое время он был изумлен, а затем кивнул с вынужденной улыбкой. Будьте осторожны. Эти мертвые души – лучшее питание, но они не идиоты. Если вы встретите мертвых душ высокого уровня, то не сможете их проглотить. Пять дьяволов превратились в пять мрачных лучей серого света и молча исчезли без следа. Связь между ним и пятью дьяволами не была отрезана. В пределах сотен миллион всегда знал точное местоположение и мысли пяти дьяволов. Однако, если бы пять дьяволов находились дальше, то связь между ними бы ослабела. Ситуация ледяного пламени, пламени земли, короля демонических насекомых, охотника за привидениями и бога святого духа была такой же, как у пяти дьяволов. Эти живые существа связали свои души с его бессмертной кровью, которая создала с ним чудесную связь. Однако эта связь не была устойчивой. Когда расстояние между ними достигало определенного предела, связь ослабевала до тех пор, пока не исчезнет полностью. После этого Шиян потерял местонахождение всех этих существ. Его душа хозяин ничего не чувствовала, а его сознание души не могло образовать связи. Шиян внезапно почувствовал себя пустым и потерянным. В его сердце появилась одинокая эмоция и он не мог избавиться от нее. Эти живые существа редко покидали его. Постепенно он начал считать их частью своей жизни, и относился к ним как к членам семьи и товарищам. Вместе с ними Шиян никогда не чувствовал себя одиноким. Внезапно, когда эти странные существа один за другим покинули его, у него сразу появились какие-то странные мысли, и он почувствовал себя пустым. Это было похоже на то, что кое-что очень важное в его жизни, вот-вот покинет его. Хотя Шиян знал, что они ненадолго, он все равно беспокоился. Он был похож на отца, чьи дети покидали его дом. Шиян скучал по ним, беспокоился о них и всегда боялся, что они попадут в неприятную ситуацию. Такое настроение раздражало его разум, что мешало ему изменить свое духовное море. Долгое время после этого он не мог медитировать. На следующий день, когда в пещере рассвело, он проснулся и обнаружил, что его уныние прошло. Всего за долю времени его разум и сердце стали кристально чистыми. Это была своего рода психическая зрелость, которая внезапно появилась в его сердце. Казалось, он постиг истинный смысл жизни, и его сердце стало более открытым. Секреты кузнечного мастерства вылетели, плывя перед ним. Его сознание души связано с пустой душой. Его разум и сердце слились воедино, когда он снова вошел в место телепортационной формации. Он начал понимать чудесные приемы и сложные заумные линии. Он полностью сосредоточился на понимании их значения. Телепортационная формация была непосредственным использованием таинственного пространства. Она использовала технику, чтобы возглавить космическую силу, используя узлы для призыва энергии кристального камня, которая перемещала вещи из одного места в другое. Телепортационную формацию в секретах кузнечного мастерства можно считать сутью. В них были все тайны телепортационных формаций. Странные лучи света были сотканы друг с другом подобно челноку, создавая мигающие узлы. Расстояние между двумя узлами было разным, но оно соединяло пространство. На каждом узле космическая энергия постоянно пульсировала, словно кольца света, что было передачей дополнительной энергии извне. Разум Шияна погрузился в нее, и он забыл обо всем, валяясь в формации. Это выглядело так, будто он в оцепенении. Его понимание истины о телепортационных формациях каждую минуту становилось все более глубоким. В конце концов он достиг порога понимания космической силы. Теперь он мог смутно коснуться пучка таинственной космической силы через формацию телепортационной формации. Долина драгоценных инструментов. Группа Ли Жонжуна и Кеда собрались в инструментальном зале. Тайму и Яли посмотрели на Фэн Бяаа, облитого кровью. Они обменялись взглядами, но не знали, что сказать. Ученики остались вне инструментального зала. Юле, Ло Юэ и Ли Фэн стояли с ошеломленными лицами, разговаривая низким тоном. Шиян дебютировал просто отлично. Это заставило людей из семи древних фракций ощутить давление. У Шияна была только база культивации сферы небес, но Ли Фэн не смог причинить ему вред. Вместо этого он сам угодил в неприятную ситуацию. Это испугало людей. Ты уверен, что этот парень из Бескрайнего моря? Кеда потер подбородок, его глаза выражали недоверие. Его учили какие-то старые монстры. Мы все знаем, что в великой божественной стране не только семь древних фракций могли научить такого грозного ученика. Он из Бескрайнего моря. Фыркнул Ли Жонжун. Ечжан Фен послал мне сообщение. Он сказал, что этот молодой человек из семьи Ян в Бескрайнем море. Возможно, ты никогда не слышал о семье Ян. Эта семья – самая невероятная сила в Бескрайнем море. Они вовсе не обычные. Из Бескрайнего моря, значит, пробормотал Кеда себе под нос и его недоверие испарилось. Тогда все просто. Так как ни один из этих старых ублюков не учил его, если мы покажем ему свою доброжелательность, то сможем растрогать его. Не так ли? Мне нужна одна капля оригинальной жидкости жизни. Я много лет думал о сфере истинного Бога. Тайму и Яли заволновались. Глава 553. Починка редких сокровищ. Поздно вечером Ши Ян снова проснулся от секретов кузнечного мастерства. Его сознание души было сильно повреждено. Он был измотан, но его глаза ярко сияли. Он израсходовал все свои таблетки оригинальной души. Таким образом, восстановление его сознания души замедлилось. Тем не менее, он постиг важнейшую телепортационную формацию в секретах кузнечного мастерства. У него было ощущение, что ему просто нужно три или четыре раза обратиться к книге, чтобы понять технику построения телепортационной формации. Однако без таблеток оригинальной души для восстановления сознания души потребовалось много времени и усилий. Так не пойдет. Он подумал, нахмурившись, пытаясь найти способ быстро улучшить или восстановить свое сознание души. Он просмотрел все предметы в своем пространственном кольце и кольце кровавой вены, поскольку пытался найти решение этой проблемы. Он заметил черную блестящую бусину, которая мерцала темным ореолом. Казалось, что в центре двигаются колебания души. Его глаза загорелись. Жемчужина собрания душ. Эта жемчужина была бусиной, пожирающей душ. Субтитры создавал DimaTorzok